всем привет дорогие друзья вечер как обычно мы в эфире и случилось странно настолько странно что нельзя было это не повторить если ваша жизнь случается чудеса вы должны ну не должны вы никому ничего не должны кроме у всяких ну вы поняли что странно и нам так понравился вчерашний вечер и во многом он понравился нам из-за павионыча павионыч безусловно это лучшее мое пока открытие за 2022 год как бы мы не относились к этому странного мужчине от него веет просто позитивом энергии и упорством что мне кажется очень здорово то есть человек который сидит и никого не не ругает а просто восторгается своей системой как я не знаю божья коровка цветочков на котором он находится по вам прекрасен вот можно конечно очучиваться по этому поводу но а плашка не поменял но он действительно молодец соответственно поэтому я решил продолжить его смотреть потому что ну когда еще вернусь а к и и ночью поэтому мы сегодня посмотрим немножко другого видящийся плашечку только меняю вот ну и соответственно я уж подумал раз мы смотрим фавионыча давайте как говорится в различной литературе до сцена такая-то действующие лица те же соответственно пригласим к нам опять заочно максима густарева и чтобы было совсем бодро и весело пригласим еще и камрада винифатьева то есть ну как пригласим он к нам не придет я и приглашение в общем то не отправлял но у камрада винифатьева есть видео про сигму но и заодно это такой я так понимаю да у них там с олегом какие-то свои забавы но и заодно посмотрим как он будет говорить про сигму вдруг логично и интересно и дальше будет его тоже логично и интересно смотреть поэтому один момент я сейчас поменяю плашечки поэтому кстати хотите забавный момент я вам сейчас расскажу вы скорее всего кто-нибудь из вас просят илья что с той моделью который тоже трижды писал в инстаграме трижды я вам друзья незамедлительно отвечу самое смешное в том что на сегодня или сегодня снимается у максима густарева которого вы обозреваем вот такая вот за эти за странную жизнь ты пишешь модели она идет к тому кого-то обозреваешь надо обозревать сам себя вот поэтому я пошел в тиндеру там там весело там хорошо думаю найду модель кстати мне тут завтра коллега должен принести ну как должен и попросил его принести мне nikon d70s у него есть с объективом 1870 такой легендарная ведь ну как легендарные очень хороших то объектив на мой взгляд вот заодно тоже посмотрю и может быть как раз поснимаю на эту связку кстати у меня есть в инстаграме фотография могу показать ради интереса где я ходил снимался кубиксом а вот так все плашечку поменял убиксом а и с фпшкой с фпшкой с 35 миллиметров и самое забавное что я снимки оставил вот эти хотя там разница в качестве картинки конечно же видно поэтому вот эта вся тема продолжается full frame и full frame ну а завтра я уже решил посмотрим непосредственно смартфоны против камер если вот камрад зарос нами завтра его здесь разорвет просто на части потому что если ff iso 200 то мобила сколько там должна быть iso 2000 но заодно проверим напоминаю что у нас есть чат вот у нас люди уже приходят чат сбоку снизу донаты последних пяти камрадов вы можете там же оказаться естественно и вот собираю на 20-часовой стрим тут кстати было предложение еще раз посмотреть камрада олегаса и но я вспомнил что было аж целых два доната на олегаса но мы живем при капитализме друзья да все вы знаете что работа не волк или как это правильно надо постоянно мне очень нравится вот эта фраза что надо постоянно бежать просто сломя голову для того чтобы оставаться на месте на это наверное вообще можно рассказать про все чем я задеваюсь потому что бегу я тут обнаружил что я стримлю без перерыва с 20 числа с 20 то есть это седьмой подряд день при том что еще появляется маркоби с или я еще хочу один проект завтра заснять если силы будут а еще для ярко автомаркета мне надо сделать три ролика как я это все сделаю я пока не знаю таблетки повышающей радостью где закончились последняя доза осталась а если что это просто бады на всякий случай а то вдруг вы мне неправильно поймете я не на волл стрит как вы понимаете поэтому давайте со всеми поздравлюсь во первых валентин валентин привет а ну вот как раз да и валентин в общем-то является авто наткнул мне на натолкнул мне на эту прекрасную мысль что так как мы живем при капитализме у нас есть доната не за олегаса ну если будут донаты за олегаса ну что что мне придется делать придется смотреть кстати посмотрел часть его интервью мне очень нравится что олег добрался до кучи камер и мне кажется что он хочет использовать их все это за это странно ну да ладно бог с ним здоровья олегу и удачи во всех уделах к 57 добрый вечер привет зеро привет завтра тебе будет хорошо андрей аваранкин привет правда что стаб на родных с вами стеклах лучше чем на неродных почему так если да ты имеешь ввиду оптический стаб ну я не уверен что он лучше и это надо сравнивать вообще ко всей этой методологии сравнение по его сейчас один момент я сделаю девочка лоу файт чуть-чуть потише от у меня в ушах сильно вот он достаточно странная потому что тебе говорят 5 евэш кто-то говорит 6 кто-то говорит 8 по факту я вот больше трех вот прям так не получал поэтому я думаю что это зависит от конкретных линз и надо сравнивать вот чтобы не быть голословным что там соневский лучше чем не соневский не буду голословным давай как-нибудь сравним лучше и посмотрим так будет научным а мы тут значили за науку но еще как мне нравится надо сделать себе эти красивые фразы что я ангажирован исключительно здравым смыслом поэтому вот такие дела поэтому стараюсь всегда там с пруфами какими-то если есть такая возможность ну или вот так говорю что это прям мое мнение серии что это просто мнение со стороны со стороны смысле не то что я вот говорю что это так сергей чайка добрый вечер добрый вечер сергей а евгений прокопцев прокопцов вечер добрый добрый вечер евгений серж твин привет маньяку стримеру в хорошем смысле привет сергей а роман белый цирк белый церковский извините я иногда сбиваюсь на фамилии но читаю плохо всем привет интересно будет если мобилка выиграют ff арман ты не поверишь ты не поверишь в один устинов не единого разрыва ковенский куку андрей нити проставов а нет я про стабы в камере на разных стеклах родных и нет ну вообще смотри андрей дело в том что если ты даже ставишь не оригинальное стекло вообще не оригинальное в котором даже контактных контактной группы нет каждой камере сейчас скажу в каждой а в каком-нибудь канале не будет в большинстве камер ты можешь выставить параметр какой у тебя объектив надет на твою камеру по фокусному расстоянию это нужно для того ну во первых чтобы камера металлами записывала и еще это нужно для того чтобы камера правильно определила силу с которой матрица надо двигаться чтобы компенсировать движение если поставишь объектив допустим там не знаю 60 миллиметров 70 миллиметров а вы ставишь в параметрах что это 20 миллиметров у тебя будет не то будет плохо поэтому чисто теоретически возможно что с родными стеклами он прям подогнан потому что он четко понимает угол потому что еще раз если ты ставишь объектив 50 миллиметров 1 и 50 миллиметров другой угол у тебя может быть разный он может не сильно отличаться но он может быть разный понятно что с оригинальным объективом с контактной группы он четко понимает какой угол ну Ну и соответственно стабилизирует вот под этот угол. То есть в таком техническом смысле, может быть ты прав, но если мы говорим про ехать, а не шашечки, то есть если тебе нужна реальная стабилизация, то скорее всего там такой глобальной разницы нет. Но повторюсь, надо тестировать. Завтра будет хорошо? Завтра будет замечательно. А что будет завтра? Ты мне таблеточку пришлешь? Нет, мы с тобой будем сравнивать мобилы и телефон. Мобилы и камеры. Мобилы и камеры. Прикинь, камеры победят. Я сразу знаю, что ты скажешь, что это YouTube, что это Instagram или еще что-нибудь, но тем не менее. Камеры это хорошо. Адей на 0.1 импреза. Харочки, я у Илья Ильича. Всем привет до импреза. Поздоровался с чатиком тоже, это хорошее дело. Итак, соответственно, сегодня мы начнем не с Макса. Максом будем смотреть по FPL, потому что я думаю, что если мы дойдем до FPL отдельно, то я думаю Макса пропустить, у меня там маленький обзор. Вот, сегодня мы начнем с самого вкусного, потому что не все могут досидеть до конца трехчасового стрима, если смотреть записи. Поэтому начнем сразу с Алмаза. Ван Ван Гог, привет. Начнем сразу с Алмаза. Это Камрад Фавионыч. Отдельно хочу показать, наверное... Сейчас. Или не показать. Много комментариев. В общем, написал я приятный комментарий к Амраду Фавионычу. Он ответил. Очень мило, на мой взгляд, кстати. Такой радостный мужичок. Я вот говорю, очень рад, что наткнулся на вакуанал. Он так интерьер... Есть такой набор у Лего. Называется Чейсинг... В общем, преследование Галимима и Птеранодона. Вот там Галимим, он очень весело выглядит. Он очень забавный. Вот этот мужичок мне чем-то Галимима напоминает. Вот. Марчелло, привет. Так, я, наверное, не найду его комментарий. Ну, ладно, не найду и не найду. В общем-то, это не суть, как важно. Так что мы начинаем, дорогие друзья, смотреть следующее видео. Начало уже прекрасно. Вот. Что купить фотографу в камере Сигма? Почему у Фавион? Спросите у Фавионыча. Личный опыт. Я еще не смотрел, но лайк не глядем. Просто за старания, просто за харизму. Ну что, приготовьтесь. Вчера нас ждали инопланетные технологии. Я не знаю, что нас ждет сегодня, но я готов. Я готов. Давай, Фавионыч, серьезно, верю в тебя. Ну, надеюсь, что Фавионыч вам осветит как-то этот путь, и вам станет принять легче. Ладно, так вот оставлю. О, отлично, отлично оставил. Почему радует? Вот иногда как бы смотришь на себя со стороны и стараешься быть объективным. Ну, то есть, ну, как объективным. Вот, наверное, всем не нравится свой голос, так или иначе, да? Знаете, вот эту тему, чтобы послушать свой голос, надо как-то вот так вот сделать. Нет, короче, как-то вот так вот сделать руками, чтобы послушать, как звучит твой голос. И всем нам голос свой не нравится в записи. Ну, потому что мы слышим неправильно его. Ну, все это прекрасно знают. Вот, и там, не знаю, не нравится нос, не нравятся зубы. Вот, нет, свои зубы вообще катастрофически не нравятся и всякое такое. Вот, а потом ты смотришь вот на этого комрада и думаешь, блин, ну, комрад, ну, явно не красавец, да? Ну, так, по-хорошему-то, положа руку на сердце. Если вот так вот, ну, прям загоняться, то, блин, ты так и выходить не надо. Но он берет и делает, вот за это его берет и делает. Реально ему просто респект. Пусть с инопланетянами, пусть с шапочкой из фольги, пусть со всем... Вот лучше я вот на вот это буду смотреть, чем когда взрослые мужики плевают друг друга странными оскорблениями. Вот. И в комментариях, кстати, тоже. Поэтому, Павионыч, ты молодец. Поехали. Ой. Ченон. Чамода. Просто тесто. Не обращайте внимания. Валентин, спасибо. Мы за Ченон, за Чимон. Так вот вы откуда Канон взяли. Ченон. Ченон, Фавион. Спасибо. Все. Не обращай внимания. Поехали. Почему Фавион? Спросите Фавионыча. Я, кстати, сразу извиняюсь, камрады, потому что просто еще со вчерашнего... Если вы просто не смотрели, вот вчера... Можете посмотреть вчерашний стрим, и там в закрепленном комментарии я указал начало, где вот есть Фавионыч. И вот под конец видео, где просто прорвало, я здесь сидел и смеялся, и просто меня еще с того момента будет триггерить. Поэтому, если вам кажется не смешно, а я смеюсь, это просто потому что... Это просто потому что еще вчера помнят. Блин, он... Привет, друзья. С вами Фавионыч и канал про Фавион, и не только. Сегодня будет недлинное видео, к которым я обращаюсь к владельцам камер. И говорить мы сегодня будем о камер, как вы догадались, Сигму Фавион. Я хочу... Что вполне логично. ...задать вам вопросы, ответив на которые, вы сможете принять верное решение. Первый вопрос. Да. Собственно говоря, первая часть видео. Почему, что вас останавливает от покупки камер Фавион Сигма? Ну, давайте я отвечу, раз Фавионыч задает мне вопрос, отвечу. Меня, например, ничего не останавливает. Я их покупал. А второе, что останавливает, это вообще их маленькое наличие, то есть их мало. Банально. Я вот любитель фокусного расстояния 24-28 мм, то есть мне нужен DP1. И их найти достаточно сложно. Я бы хотел все-таки, наверное, либо экватор, либо мерил. За Алигаса. Мы считаем. Спасибо 8 ступеней динамического диапазона. Отличный динамический диапазон. Всем такой рекомендую. Дай бог у каждого мужчины, чтобы было 8 ступеней динамического диапазона. Спасибо тебе большое. Вот. Их сложно найти, просто банально. Мерил. Мне, наверное, хочется, но вот последнюю, которую мерил, видел, вчера показывал, 40 тысяч рублей стоило. И что-то как-то, вот знаете, вот напопробовать тяжело. Но всегда можно купить, кстати, DP1 самое первое. Их можно купить там до 10 тысяч рублей. Там у них есть, правда, свои технические нюансы. Там иногда шлейф перетирается. Вот. То есть есть нюансы. Но, тем не менее, познакомиться. Кстати, Винни Фатьев, или как его, извините, я неправильно еще произношу фамилию этого блогера. У него как раз будет DP1 обычная, или там, или X, или S, я вот не помню. Но вот обычная, самая первая, грубо говоря. Вот у Фавионыча, это у него все-таки Мерил. А Мерил уже такой прям true-true. Вот. Поэтому не покупают, потому что, а, о них не знают, б, их сложно найти. Вот поэтому и не покупают. Давай продолжим. И вторая часть, кто притягивает людей, которые хотят купить камеры Sigma Favion. Так, служил. Ходить про, за. Ой, а, кстати, у скрипника тоже есть стрим. Может, как-нибудь его посмотреть? Ретро-стрим в ЧБ? Прикольно. Забавно, можно посмотреть потом как-нибудь. Так, извините, я просто проверил, ну, чтобы ваш комментарий видеть. У меня пока вот через телефон я это делаю. Да, вот так вот. А притягивает к Sigma в первую очередь вот эти вот, ну, скажем так, слухи, мифы про очень необычный цвет фавиона. Это вот, наверное, самое знаменитое, что есть в фавионе, это цвет. Меня еще притягивает, я вообще люблю всякие вот такие вот закрытые, полузакрытые бренды. Люблю каких-то камрадов, которые делают какие-то странные вещи, тянуть свою лямку, вот просто, вот, вот, просто делают, несмотря ни на что, очень, вот, вызывает прям восторг и уважение. Вот, несмотря на то, что делают, казалось бы, полную ерунду, но делают и делают. Какое-то уважение мне внутреннее вызывает. Поехали дальше. И классическое, это обычное классическое и с инжиром. А, это соус выбирает, ну, хорошо. С инжиром возьмем, наверное. Погнали. Ну, друзья, начнем путь вниз, да? Ой, извините, использую термин «на дно», в бездну просто. Ну, не только в цифровом, раньше тоже собирали информацию, просто она была там в журналах, в газетах, на форумах, где люди реально ходили и друг друга спрашивали. Раньше это было гораздо более ценно. Ну, да, сейчас вот по цифровой нормальная тема. Я тут говорил, помните? И тут он начал получать информацию. Вот у меня бы, на самом деле, вот на это бы не хватило, я бы не смог так снять. Ну, то есть, понятно, я бы смог так снять, но я потом бы это удалил. Я подумал, блин, ну как это можно выложить? А он, мужик, молодец. Реально молодец. Надо так же. Так вот, информация, вещь, конечно, полезная, крайне, да? Так. За исключением отзывов реальных людей, которые этим пользуются техника, а не просто получают ее на тест. Поэтому я противник тестов, когда людям, которые не знают техники, не работали с них долгое время, сразу судятся, судятся, да? Берутся судить о его преимуществах и недостатках. И в первую очередь, конечно, они обращают внимание на те информационные вбросы, которые им навязали другие блогеры или другие пользователи этой техники. Ну, на самом деле, Фавианыч... Это не просто совпадение, а это реальная тенденция. Ну, на самом деле, Фавианыч, я тут с тобой готов заочно поспорить. Дело в том, что, да, новую технику... Вот начал сегодня смотреть это видеоблогера, он там рассказывает, что компании, которые дают технику на тест, они по брифу говорят, что делать. Ну, не знаю, может быть, моему какому-то руководству и приходят какие-то на меня отзывы, что там у вас Илья делает, но мне вот никто брифы почему-то не пишет. Вот один раз такое было, не скажу, с каким брендом, и мы сказали, слушайте, извините, мы вот так вот не можем, как бы... Ну, потому что вот как-то слишком отличается от того, что мы считаем. Мы сказали, ну, окей, все, и дальше с нами продолжили сотрудничать. Поэтому, наверное, зависит от того, какой блогер и так далее. Если человек, еще раз, понимает методологию тестирования, то есть он понимает, куда надо смотреть, что надо проверять и так далее, то почему нет? Пусть будет человек, который популяризирует, например, ту же самую систему Favion. Ну, сейчас это не так актуально, потому что мало актуальных камер Favion, но в целом, если эту камеру дадут, да там, ну, кому угодно, и он ее будет популяризировать, и он популярный, почему нет? Потому что, я вот, к сожалению, не знаю, как Favion зовут, поэтому буду звать его Favion. Несмотря на все твои старания, ну, конечно, знаешь, вот с 80 просмотрами общественное мнение поменять, наверное, не получится вообще ни в какую сторону. Так что, нет, тест это дело хорошее, зря ты так. Зря ты так. Так, давайте сейчас по комментариям пройдусь. Потому что в это по-другому не победить. А, так, Арифмадрон, шалом, шалом. Зера, мобильная фотография, это хорошо, но она не претендует на место в моем арсенале. А зря. Сейчас столько технических средств, которые нам дают, столько творческой свободы, а мы сами себе загоняем в какие-то определенные рамки. Завтра об этом поговорим. Савва, всем привет. Амар Кубис Илья будет снимать вертикальное видео, для Инстаграма, на домофон. Блин, это круто. А я, наверное, знаешь, как надо сделать? Если бы я был очень технически подкованным пареньком, я бы рекордер подсоединил к домофону и снимал бы на камеру домофона. Как вариант, можно зайти в метро, там, знаешь, есть вот эти вот мониторчики, которые нужны для этих, для машинистов, и как-нибудь приблизить себя и снимать через мониторчик. Надо подумать. Это хорошая идея. Димеатрий. Добрый вечер. Добрый вечер, Димеатрий. Ван Ван Гог. Самое главное у мужика и деньги есть на свое хобби, и свои сторонники. Ну, самое главное, что ему хорошо. Вот так вот. Самое главное, что ему хорошо, если у него есть там... У него, видишь, комментов-то мало, то есть у него комьюнити-то такое небольшое, то есть он очень такой специфический, да, но еще раз говорю, он очень позитивный, вот за это прям респект. Ну, по крайней мере... То есть он молодец в этом плане. Ван Ван Гог, сторонники, да. Не нравятся свои зубы, запишись на бокс. Ну, кстати, хорошая идея, ну, там, Сальцгеймерам страшно, а зубами-то ладно, зубы ставить можно. Валентин Устинов, вот и разгаданная тайна Ченонов. Да-да-да, бот Максим сделал Ченоноидов. Рифмадрон, не DP1, а DP0Q. А что такое DP0Q? Что такое DP0, знаю, там сколько... По-моему, родной 14-мм объектив F4, а Q? Q не знаю. Рома Овсев, Рома, привет, hello. Вот у меня как раз на ней и порвался шлейф. Ну, Рома, на самом деле, у многих таких камер рвется шлейф, это ее такая детская болезнь, что называется. Я, когда ее покупал, там, мужичок ее передел, короче, он этот шлейф как-то... Короче, он сделал так, чтобы объектив не выезжал, не заезжал обратно. То есть, он всегда оставался в выдвинутом состоянии, ну, и там есть оригинальный вот этот вот адаптер для фильтров, и бленда. И вот я в... Ну, она, соответственно, не заезжала, она была вот такой, я вот так вот и носил, как раз на Кипр с собой возил. Снимал на нее, на RX100 первой версии и на мобилу. Не поверишь, на что... А, и еще у меня был пленочный фотоаппарат Olympus Q2 с слайдовой пленкой. Еще бесконечную шутку с собой взял, там было максимум 7 килограмм, а книга висела 2 килограмма, то есть, ну, ты понял. Как ты понимаешь, ни страницы не прочитал, но был с собой крайне доволен. Уже пришел шлейф, но чувствую найти ремонтника, который возьмется, за это будет нереально. Право, у меня коллега дома под пивасик, можно сказать, разобрал объектив, нашел неработающий шлейф и спаял. Он такой, он рукастый достаточно паренек, но, в общем, он говорит, самое главное, записывал все на телефон, чтобы знать, куда потом назад все девать. Попробуй найти вменяемый сервис-центр. Если там дело со шлейфом, его надо просто перепаять, технически, вроде как, это не очень сложно. Не ходи к скрипнику, он там с женой. И что? Это меня как-то должно остановить? Не, я просто, я же не собираюсь к нему залететь на стрим, сказать, слушай, Олег, он же Олег, по-моему, да? Типа ты неправда, нет, просто интересно. У меня есть к нему реальные вопросы по двойному ИСО и Никону, я не знаю, кто мне ответит другой, так что. Кей57, сегодня попало видео, в котором приведены кадры с АФП, с разным роллинг-шаттером. В названии стоит, что Глобал Шаттер, ну, это абсолютно неверно. В АФП нету Глобал Шаттера. Он, его легко, вот опять же, вчера мы говорили про Камрада Юрия, и вот под прошлое видео он мне написал множество комментариев, с такой пассивно-агрессивной подачей, Юра, зачем ты это делаешь? Вот. Где опять говорят, что я не знаю, что у меня не работает автофокус Сигма, и это я не разобрался, и еще какие-то вещи так странно все слушать, если честно. Дорогие друзья, если вы хотите написать комментарий, есть два момента, чтобы показаться нормальным, вменяемым человеком. Первое, не начинайте агрессировать пассивно и писать странные фразы из серии «ты пробиваешь дно» и всякое такое, после таких фраз человек серьезно в принципе не воспринимается. Второе, если ты хочешь поделиться своей мыслью, надо говорить не финальный тезис, а то, почему ты до него дошел. то есть, я считаю так-то, потому что, без потому что, это все вообще как бы просто набор слов. Но так как мы на Ютубе комментарии важны, поэтому я, конечно, поощряю, но поэтому, к сожалению, K57 нет там Global Shutter. Если мне скинешь, например, в Инстаграм это видео, то я прям сегодня готов посмотреть, объяснить, что там не так. Ван Ван Гог, а почему Samsung не продает матрицы фодиком? У них там крутые разработки для смартфонов и уже Dolby Pixel, SBCI есть, на мобильных телефонах еще и технологии ISSL, ну и Samsung крынок матрицы. Вообще, да, у них есть свои матрицы. Я думаю, потому что выгоднее продавать мобилы, если честно, Ван Ван Гог. Ответ такой простой, что, более того, у них есть матрица, там, знаешь, когда люди говорят, а вот там зеленый, ну, должен быть зеленый в байеровской сетке, потому что, типа, человек лучше воспринимает зеленый. Samsung сказали, ага, и сделали его желтым, потому что там вопрос исключительно в яркости, и как ты задашь камере параметры, так что там зеленый быть необязательно. Нет, Samsung молодцы, но им, видимо, знаешь, и без фотокамеры хорошо, к сожалению. Меч Зари, да, цитирует художественный фильм «Пираты Карибского моря» вторую часть, где Дэвид Джонс был на дно! Да, вот это вот. Ван Монгог пополам с Sony делит. Sony вот как раз, вот эти Sony сами контактеры, они еще известны тем, что делают много чипов, вот и большего диаметра, ой, диаметра, ну, до большего размера. А Samsung, по-моему, вот они как в мобилках делают, так и делают, им там хорошо. Андрей, это как Red21 долго снимал и просмотров не было, а потом прославился. Знаешь, чтобы понять, о чем ты говоришь, мне придется вбить в поиск Red21 и посмотреть. Ого, 4 миллиона просмотров. А, все, я понял, о ком-то. Слушай, Red21 все-таки это развлекательный контент, я понял, о ком-то. В техническом контенте с этим слишком сложно, ну, тяжелее, не слишком сложно, тяжелее. Но ты абсолютно прав, что гнуть свою линию надо, если ее не гнуть, то точно ничего не получится. Вот поэтому, поэтому, отчасти, вы меня видите каждый день. Потому что забрасывать абсолютно не хочется. Рома Овсеев, я даже сделал галерею на фликере, посвященную исключительно фоткам с Фавиона. Вдохновился, так сказать. Ну, Рома, молодец. Опять же, присылай в инсту, или вот в телеграмму можно зайти в О-канале, и там есть, куда можно прислать. Я вот лично с удовольствием погляжу, потому что я вот Сигму люблю, поэтому... Вот. Валентин, да, кто проживает на дне? Так, вторая часть сериала, ну, Павеныш клевый, лейтс, почему нет? У Дина Стинов, интересно, на Твиче есть что-то про фото и видео? Слушай, я думаю, что-нибудь, может быть, и есть, там про все есть, но популярный формат там несколько все-таки другой, там, как там, рекорд был побит, когда два паренька сидели, а один из них с батей и разговаривали, поэтому там, про фотоаппараты пока тяжело, но и Твич это площадка, и Ютуб это площадка, каждая площадка имеет право на существование и можно и там и про фотики, и про все остальное. Там вот в Твиче есть клевая тема Just Chatting или что-то в этом роде, вот она прикольная. Я просто почему-то к Ютубу вот привык, вот поэтому так. Лейтс, хотя логика тут есть, если выбираешь совсем дешевую и старую камеру за долларов сто, у старой ДПшка это вариант. Ну, там много хороших на самом деле, вот на CD, например, походить, поснимать, вот, но Sigma прикольный в любом случае. По-новому, картинка в ЧБ и шумах как в панормальном явлении, это стиль, мне кажется, снимали сцены из фильма «Звонок» с колодцем на фавион. Также в ЧБ с шумами было на кассете. Ну, тут чем хуже, тем лучше, и на самом деле это очень большое, это очень большая работа, сделать так, чтобы было, вот прям некачественно, вот прям некачественно, но прям круто. Потому что здесь это нормально, а вот чтобы было круто, это вот надо стараться. Вот фильм «Монстр» так делался, где Годзилла типа ходила по гору, а там снималась типа на плохую камеру. Это прикольно. «Мерилл очень резкий, резче всего на рынке, включая FF, но цвет у него ужасный, цифрушный, видно, что снимок был сделан именно на диджитал-устройство, у камеры цвет получше и очень годный, у квадро цвет получше и очень годный JPEG». Я, кстати, с тобой соглашусь, но мерил, мне кажется, эта камера не для JPEG'а вообще, то есть ее надо вот прям обязательно обрабатывать. Квадро, да, их очень большое достижение, что там и в JPEG'е можно снимать. Раньше было, ну, можно снимать, но не нужно. А вот с квадро, стало получше. А, QR равно квадро, все, понял. А, скрипник Вичалав, да, спасибо. Что меня на Олегов, на Олегов, перегасил, на работе Олега. И так говоря, K57, постараюсь найти, да, если найдешь, скидывай, здорово. Леется, Samsung в свое время делал фотики, я знаю, отлично, и, кстати, фотики были. Вот их последний такой флагманский фотик NX1, он в пятнадцатом году давал, или в шестнадцатом, в пятнадцатом году давал 15 кадров механического затвора в секунду, 15. Fuji это сделали потом в X-T4 и говорили, мы сделали, ну, как Samsung пять лет назад. А вот, и у них было 4K-виде, они молодцы, они ушли оттуда, потому что просто денег там не заработать. Если бы продолжали делать, бомбить, что называется, делать круто, то, возможно, сейчас бы были Samsung и Sony, а все остальные уже не были бы. Samsung в свое время и телефон делал, говорит, Васил Кот, ну, до сих пор делал, делает. K57 отправил в инсту, сам очень удивился и не понял. посмотрим. Даже здесь посмотрим. Спасибо тебе большое. Сейчас давай только один момент сразу открою, чтобы не забыть. Кстати, дорогие друзья, пока вот еще, я тут вспомнил, что у Стаса Льепы, у Стаса Льепы, помните, помните такого, мы вчера на него смотрели. А, слушай, K51, тут вообще написано Unlocked, то есть, он его как-то открыл. Блин, ну, слушай, посмотрим, ладно. Вот, у Стаса Льепы, да, у которого мы смотрели позавчера, да, и сравнили у микро 4,3 и полный кадр, оказывается, ну, там говорили, что, вот, вы смотрите на этом самом, на инстаграме, там все плохо, а я вспомнил, что он в центре Photovan печатал свою выставку, и он распечатывал свои картинки из полного кадра из микро 60 на 80, то есть, не А3, а 60 на 80. Ну, он говорит, что с С1Р, да, по детализированию, конечно, но в целом это так, вспомнилось. К-57, открыл видео, посмотрим, там интересно, там такое ощущение, Unlocked пишет, что как будто бы он там что-то открыл в камере, ну, посмотрим. По дефолту там этого точно нет, как и автофокуса, Юри, автофокуса тоже нет нормального. Nostra Vision Studio, всем привет, Илья, приятного стрима, отличного настроения, спасибо большое, не скучный Т, он хороший, мне нравится, Ник, рад тебя видеть. Привет, подскажи, пожалуйста, Тамрон 2875 взял для вид, 2775, а сейчас, извини, на шапочку из фольги. Димитрий Иванов, большое спасибо, 150 рублей пойдут исключительно на шапочку из фольги, скоро мерч свой заделаем, где бы только время взять, а так, спасибо большое. Нескучный Т, привет, подскажи, пожалуйста, Тамрон 2875 взял для видео, брать первой серии, сильно хуже, чем второй серии. Ну, смотри, на самом деле, он отличается в двух моментах глобально. Первый момент, это резкость, но видео до 4К, я думаю, что там будет не критично. И второй момент, в 2875, второй версии, пофикс, ну, как пофиксили, вроде как, по тестам ПВЕ, фото, веб-экспо, там стало сильно меньше дыхания объектива. дыхание, это когда фокусное расстояние меняется, когда ты крутишь кольцо фокуса, если для тебя это важно. Возможно, еще улучшили фокус, еще круто, что ты через приложение, которое через USB Type-C можешь врубиться в него, там им можно всякие приколюхи по фокусу создавать. Я тебе так отвечу, наверное, если для тебя 30 тысяч рублей, ну, там, примерно разница, да, в деньгах, это критичная разница, то смело бери первый, нормально будет. Если не такая критичная разница, бери второй, вдруг захочешь еще там фото поснимать, вдруг тебе там A7R4 какая-нибудь появится вот такой, мегапиксельная, то тогда второй будет поинтереснее именно по резкости по краям. Но в целом до сих пор можно брать первый, он хороший. Надеюсь, ответил. K57, может сегодня и посмотрим это видео? Сегодня и посмотрим. Оно не быстро, как раз перед ДФПЛ, посмотрим. Мич Зайере, так что у Сигмы все же есть, АЭФ, ну, камрада, я вот, давайте я как-нибудь покажу, ну, просто он есть, но он абсолютно нерабочий. Вот мы смотрели братухина, он показывал, ну, ну, половил он немножко и убежал. Еще раз, автофокус, это как рыба, селедка второй свежести, все, не бывает селедка второй свежести. Если есть автофокус, но плохой, для меня его не существует. Нера пишет, что я типа, не знаю, унижаю бренд или еще что-то, плохо от него называюсь, то я, по-моему, топлю за бренд Сигма, вот, ну, не буду говорить, что больше, чем кто-либо, но достаточно сильно, поэтому, меня в этом обвинять немножко странно. Каи-57, вот в том-то и дело, вот, вот, проверим, Валентин Устинов, так, так, на мерч можно жесткий фотон, светопалку, и что там еще было, ну, посмотрим, слушай, развиваемся, почему не включается, все будет, но шапочка из фольги, это отличный мерч, так, междыри, understand, understand, все, продолжаем смотреть Фавионыча, Фавионыч, конечно, хороший ник, и столько всяких тонкостей интересных, друзья, цвет и свет, в общем, пока камера моя еще не пришла, и она уже многие, многие годы происходит, особенно с камерами Фавион, огромное количество басен, сказок, всевозможных мифов, которые Фавионыч решил развеять много лет назад, 2000, 4000, с несколькими источниками, не знаю, что получится, кстати, тоже обратите внимание, какой интересный мужик, а не линейный масштаб, то есть, то есть, монтаж, это искусство, вы понимаете, да, вот, в моем понимании, не линейный масштаб, это, грубо говоря, вот, когда все идет вот одной линии, и нет вот каких-то передерок по временным таймлайнам, грубо говоря, когда что-то интересное можно подергивать, повставлять, по обыгрывать, а вот он так или иначе обыгрывает, пусть на своем очень странном уровне, у него даже, ну, если не год, нелепый такой несколько уровень, особенно свою инфографику, в прошлый раз мы смотрели, но, блин, но он это делает, и вот это круто, посмотрим, и создал канал Фавионовича, Фавионовича, именно для этих целей, поэтому, друзья, прежде чем принять какое-то решение, или наоборот, собирать информацию, подумайте о том, кто же вам помогает, и кто же вам, наоборот, мешает, вот самые главные вопросы, которые вы себе должны задать, на этом. Давайте мы согласимся с Фавионовичем, что действительно человек, который, скажем так, долго использует камеру, или ему это нравится, камера, и он знает, куда смотреть, сделает тест лучше, чем человек, даже, который непосредственно, которому камеру дали вот недавно, им там на неделю, ему надо сделать тест, но с другой стороны, обычно людям, которым так дают камеры, ну, условно, они этим либо живут, либо зарабатывают, одно уже из двух, поэтому я все равно ничего плохого не вижу, пусть будут разные тесты, пусть будет тест человека, который немного потестировал камеру, у него, он соберет вокруг себя какую-то аудиторию, и вот ты потом возьмешь и протестируешь камеру, и сделаешь это лучше, ну, потому что ты заинтересован это сделать, вот именно на внутренних каких-то своих ресурсах, но ты все равно сможешь прийти и сказать, вот смотри, вот я сделал тест, да, потому что можешь написать человеку, и так далее, то есть можно как-то взаимодействовать, если это все происходит в какой-то адекватной сфере, то замечательно, пусть все будут, если мы все ведем себя как нормальные здравомыслящие люди, нам всем хватит места под солнышком. ...путей, ну, надеюсь, что Фавиодыч вам осветит как-то этот путь, и вам станет принять легче решение. Смотрите, друзья, цвет какой, здание, вот этот цвет имеет отношение к Алифке, в полной мере. Еще один миф, друзья, то, что останавливает люди от покупки Sigma Favion, то, что проявить можно только в родном RAV-конвертере, RO-конвертере Sigma SPP. Это, на самом деле, миф, друзья, поскольку этот файл RO можно проявлять и в программе Иридиент, например, да, Асп... ни разу такой не слышал. А что, хорошее? Кто-нибудь знает про Иридиент? ...помощью специальных плагинов, в том числе и в других программах широко известных. Вот такой вот миф. Много ли... Ну, еще надо сказать, я не знаю, как в Мериле, не уверен, но Quattro можно снимать в ДНГ, прямо в Quattro ставишь, что... в чем снимать. Это, конечно, большой плюс. А вот эта тема, что ты снимай в один файл, а потом конверти в другой файл, это все создает только сложности. Израуты иногда лениво проявлять. Надо очень много энтузиазма для этого. Вот. А вот Иридиент надо запомнить. Сейчас, секунду, дайте запишу, что ли. Ага, окей. Просто себе напоминалочку потом посмотреть. Просто вот я вот нашел себе Capture One, и вот Capture One в целом меня устраивает. Вот. Смотрел, советовали, посмотри, там Dark Room, например. Ну, зашел, посмотрел, ну, Иногда мне кажется, просто есть какая-то тяга к тому, что надо прийти во что-нибудь другое, быть там первым, не знаю, еще что-то, но как-то. Лет назад, друзья, самый большой мифом и самой серьезной проблемой при выборе этой камеры Sigma Favion было то, что она не может снимать на высоких ISO. Она не может снимать на высоких ISO. Те, кто смотрел мои ролики про съемку в режиме VPS, съемки с чувствительностью 1600 и 1000 и все. Что? Что это было? Простите. Павионыч. В режиме VPS съемки с чувствительностью 1600. Ну, это не очень хороший пример, вы не находите? Quattro это лучшая камера, которая снимает у Sigma в... с шумами. И там все очень грустно. Я, правда, слушайте, я враве, наверное, так особо-то не пробовал, может быть или редко пробовал. Единственное, вот, что может Sigma на высоких ISO, это если поставить ЧБ режим. То есть, ЧБ режим поставить, ну, как бы 1600, ну, скрипеть, делать, но можно, но, как бы, зачем? Поэтому не... И 1000, и все остальное. На самом деле, вот тут, Фавионович, ты немножко... как это... не совсем, я думаю, правильно делаешь, потому что у людей может сложиться неприятное ощущение, потому что они подумают, что это миф, они возьмут... Ладно, они не будут даже покупать камеру, просто количество шумов легко проверить, потому что, что такое цвет, это достаточно сложная штука, не всегда можно сразу увидеть, а что такое шумы, увидеть легко сразу. Поэтому можно просто скачать какую-нибудь травку, откуда-нибудь, ну, или просто взять какой-нибудь, поснимать, поставить 1600 ISO, увидеть, что просто нереальный бред, и если мы, как это, помните, у Бэттен в фильме «Темный рыцарь», если ты доказываешь причастие одного чувака в... в криминальном сговоре, то доказывают, что они все к этому причастны. То есть, если доказать тезис, если провернуть один тезис, например, Сигма не шумит, его провернуть, то и все остальные тезисы сразу попадают под обстрел, потому что раз ты говорил так, а это не так, значит, то, что ты другое говорил, может быть, не так. Поэтому, когда говоришь какие-то вещи, вот лучше там перепроверять данные на всякий случай. Вот, поэтому насчет шумов, ну, или, если ты так говоришь, то нужны, ну, что называется, доказательства. Нужно показать, как это выглядит, ну, типа на самом деле. Потому что такое заблуждение, если ты считаешь, что это заблуждение, оно реально есть. Сигма очень нехорошо работает на больших, высоких ISO. Причем для Сигмы большие, высокие ISO это вот с 400 начинает, с 400. понимает, о чем речь, ну, а те, кто еще не в курсе, посмотрите канал Фавионыча. Вот, смотрим Фавионыч, что делать? Этот миф. Еще один миф, друзья, который кто-то придумал, эта камера годится только для пейзажной съемки. Этот миф, понятно, что... Ну, не только для пейзажной, но лучше всего, да. То, кто придумал, это те люди, которые вообще не держали эту камеру в руках. Я держал две штуки. Вот, ну, лично моих, поэтому вроде не знаю. Или пользователь сей один день. Для таких людей посмотрите мой фликер, зайдите в раздел портреты, скоростная съемка, например, съемка лошадей. Не, ну, портреты можно снимать на ДП-серию. В принципе, и на Фавион можно снимать портреты, конечно. Просто там, если можно найти в природе сочетание интересных цветов, которые можно подчеркнуть, там Сигма будет действительно хорошим инструментом. Что касается портретов, там не всегда требуется, чтобы у кожи были все абсолютно, ну, условно, да, абсолютно все оттенки этого не требуются. Поэтому ее можно использовать для портретов, но для пейзажа она все-таки действительно лучше, да. не то чтобы лучше, как бы это правильно сказать. И имеет прям смысл брать для пейзажа, логичный смысл брать для пейзажа, вот именно для портретов, но так на нее ничего не светосильного не поставить, а иногда хочется, чтобы было светосильным. И даже, друзья, для вас специально, кто не верующий, не это не способный. Ну, усвоить, посмотрите мой ролик таймлапс с помощью Фавиона. он единственный в сети. Если так, то это круто. У меня руки совсем не замерзли, у меня похолодало. Посмотрите зимнюю съемку, съемки с зимой, съемку арта и съемку в ночью, друзья. Посмотрите ночную съемку, чтобы понять, что может Фавион ночной съемки. Следующий пункт. Ночную съемку, ты же, скорее всего, не использовал ее на ISO 3200. Скорее всего, ты брал штатив и снимал ее на низких ISO. Не вопрос, можно снимать ночную съемку? Камера Сигма потребляет очень-очень много энергии, поэтому кадров очень мало получается. Ну да. Именно поэтому Сигма как бы не стесняется и в коробочку положит два аккумулятора. Ну, ну да. Не сделать пятьсот кадров или тысячу кадров. Да, это так, друзья. Две батарейки, которые идут в комплекте, летом можно снять пятьдесят фотографий на каждую батарейку. Вопрос, что вы с этими сотнями фотографий будете делать потом? Супер. Ну, я тут, кстати, абсолютно согласен. Ну, аккумуляторы, да, неудобно. Да, и сама камера, да, неудобная. Но если ты знаешь, зачем ты ее берешь, то аккумуляторы можно просто купить. Это не самая большая проблема. И понятно, что от этой камеры не будешь брать на репортаж, где она тебе должна отстрелять весь день. Поэтому, ну, ты просто знаешь плюсы своей камеры, ты знаешь минусы своей камеры и от этого отходишь. Так что, все нормально. Батарейка не проблема. Давайте почитаем комментарии. Ой, тут у меня про селедочку интересно. Андерс, 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 Автофокус второй свежести. Хорошо, второй свежести. Не вопрос. А, Роман, Сигма, позвони, у тебя новый амбассадор. У ребенка Ильи имя будет Сигма, нет, имя будет Фавион. Зачем Сигма, Фавион? Анван Гог, а почему Samsung патенты в аренду не сдают? Какой-нибудь Кэнон бы уже давно получил бы BCI. У отца была видеокамера с 2010-х годов, а Samsung сдуваем матрицей. Там тоже был BCI. Слушай, кстати, не знаю. Вот, не знаю. Может, сложно, не знаю, не знаю. Я вот повторюсь, Samsung же не рассказывал, почему она решила уйти с рынка, да, то есть, по крайней мере, я не видел таких вещей. Мне кажется, что они просто посмотрели, что вся эта вот возня с матрицами настолько неинтересна, ну, и с камерами настолько неинтересна, что проще вот Samsung очередной выпустить. Сейчас вот Galaxy S21 SE, да, то есть, он просто один телефон перебьет все подразделение, в которое надо еще деньги вкладывать. И может поэтому... Не знаю. Вот вообще самая идея интересная, почему они не могли бы сдавать какие-то такие вещи в аренду. Не знаю. Нескучный тест. Спасибо за подробный ответ. Рад, что помог. У меня S3, там 12 BGP, BGP, это, наверное, мегапиксель, ты имеешь в виду? Особо не пофотаешь. дело там не в количестве мегапикселей, на айфоне до сих пор их 12, да, если я правильно помню. Дело в том, что тогда еще просто процессоры не были такими быстрыми, чтобы все это обрабатывать. Вот. Вот, начиная, вот, ладно, Nokia 808, который я вам показывал, понятно, там 40 мегапикселей, все дела, она специально точилась под это. Я вот помню, после нее я взял себе Xiaomi Mi 5, на него уже было можно совершенно нормально снимать. Я вот не помню, сколько там было мегапикселей, но совершенно нормально можно было снимать. Там динамический диапазон даже был шире. То есть, он его вытягивал шире. я очень удивился, если честно, на тот момент. Ван Монгог, я просто ждал какую-нибудь теорию про Бани и что ебанное. Ну, вообще, понимаешь, это нам с тобой кажется, что все азиаты на одно лицо, а нам нельзя так кажется, у нас просто эволюционный процесс другой. Мы должны отличать тех людей друг от друга, которые живут с нами, а тех людей, в принципе, можно не отличать. Ну вот, а они там друг друга, в общем-то, японцы, китайцев не любят, корейцев, наверное, не любят. Не знаю, там у них все свои какие-то отношения сложные. Может быть, кстати, и такие, что они просто в бане один раз не так поклонились, как нужно, и все, и у них вражда навек. Там же, я не помню, я рассказывал, если рассказывал, извините, там смотрел передачу, там пришел камрад, который рассказывал про самураев, и там типа у самураев было очень много вот этой темы с честью, если идут два самурая, у них такие, ну, их доспехи, мечи, они объемные такие мужики получаются. Вот, идут они, а там грязная какая-нибудь, ну, сельская, в деревне, и идут два самурая вот так вот друг другу навстречу, и они вот так идут по стеночкам, не дай бог, короче, ты заденешь нечаянно другого самурая, не дай бог, ты наступишь на лужу и обрызгаешь его, он воспримет это как оскорбление чести, и все, и начнется рубил его просто-напросто. А если какой-нибудь крестьянин идет мимо самурая, и нечаянно ступит, и обрызгает его, то просто самурая зарубит крестьянина и поедет дальше, это будет абсолютно нормально, может быть у них там вот эти давние традиции, не знаю, кстати, интересно было бы почитать. Зеро, а знаем-знаем, иридиент это то, в чем все красиво обрабатывалось теоретиками и заговорщиками, экстранцы подобные, будто адоба обижает их намеренно, я думаю, что любая глобальная корпорация, которая добивается успеха, она так или иначе кого-то да обижает, это все я думаю, это про ISO 1600, о, Дима, привет, Дима Костлев, привет, в свое время думал о покупке камеры на на фавионе, исключительно для съемки мебели, поизучал всю эту историю с конвертацией и понял, что вся эта история для фонтузиастов, а не для работы, ну, наверное, это правда, там сложно, тревожно, не всегда удобно, мне кажется, фавионыч он не для работы берет, ван Ван Гог, надо, надо, чтобы Тарану историю закинули про то, что Сео Самсунг разрешил подходить к дочке Сео Кэнон, когда у них шла сделка о покупке виситых, они не договорились, ну, я, да, как вчера, вчера, ну, вы, наверное, все знаете, почему у Нобелевской премии нет премии по математике, жена Нобеля ушла к математику, и он, ну, как бы, он, не как бы, он в отмеску не сделал премию по математике, то есть, фактически, нет ни одного Нобелевского ряда по математике, потому что жена Нобеля от него ушла к математику, очень смешная история, на мой взгляд, то есть, через какое-то время можно было бы, ну, там, не знаю, Нобель умер, да, ну, отмените это, ну, все понятно, господи, ну, мужика было тяжело, я так понял, что 2005-го особо не изменилось, ну, последние камеры Sigma DP выпускались с 2014-го года, потом вышли SD и SDH, ну, это фактически то же самое, только со сменной оптикой, и все, да, более нового фиона не было, но, квадро, она, кстати, нормальная, вот мы с тобой, когда были на Кипре, у меня была первая, и даже она была, в целом, неплохая, Зеро, вот загадка, каким образом держание камеры в руках дает человеку право обсуждать картинки, делать аргументы более правдимые, вот потрогаешь фавион, и да-дам, мозг перепрошивается, и все знаешь, да нет, почему, почему ты так подумал, Зеро, ну, а когда люди трогают полный кадр, и начинают смотреть на картинки из других систем, как-то по-особенному, или как-то по-особенному смотрят на полный кадр других производителей, это все не зависит от бренда, это все зависит от конкретной головы, так что, нет, тут мимо, все, все от головы, Валентин Устинов, может и правда потрогал и озаряет, я трогал ни один раз, меня не озарило, видимо, у меня это, блок стоил, или шапка из фольги встроенная в кору головного мозга, не знаю, Роман, Samsung S20 F-E, владею, очень неплох, даже, лоу-лайте, местами удобнее того же, Nikon D5200, я даже не спорю, я когда увидел в S21, там вот, стократное увеличение, там увидел видео, где мужик сидит на одном, одной стороне озера, приближает, до второй стороне озера, приближает дальше, до какого-то дома, который стоит вдалеке, который изначально не видно, и там, ну, понятно, что стократ зума, там уже пиксели, пиксели, но там видно, как кто-то ходит на балконе, если честно, я уел, вот, по-другому сказать не могу, вот, понятно, что это все не художественная тема, а техническая, но, блин, такой зум, сразу вспоминается ролик, помните, да, вот это уенный зум, вот это зум, не знаю, это очень круто, а, зе, э, рифмодрон, зеро, лучше сначала рекомендовал силки, а, про иридиент, это там не упоминалось, а потом, ц1 сделали с помощью, фуджиа нормальный демокзайк, икс транс, кстати, для любительских задач, вполне бесплатно, ну, фуджи рекомендовали, да, силка пикс, но, видимо, это единственный, кто с ними подружился, более-менее, в любом случае, надо дружиться с фавионом, и в любом случае, дружиться с файзваным, если ты не хочешь оказаться, теми странными ребятами, с каким-то, с каким-то там, трансом, понимаешь, название, икс транс, по-моему, для России, не очень хорошая, а, зеро, да, все так, просто, икс транс, трудный, абсолютно, ненужный, в свое время, зеро был нужен, по двум причинам, первое, надо было убирать, фолз колор, да, цветовой, вот этот вот, муар, а второе, мне кажется, еще было с маркетинговой, точки зрения, но я, конечно, этого не знаю, так шапочки с фольги надели, все быстренько, вот, потому что, у фуджи всегда было известно, это вот супер-ссиди, вот это вот все, и надо было, чтобы была какая-нибудь тоже необычная технология, вот, мне кажется, это еще оттуда, это первое, ну, наверное, технически имели смысл, сейчас камеры, которые выпускают фуджи, ну, там, процессорные мощности, такие, что, в принципе, там, вот эта вся тема не нужна, мне так кажется, но я не инженер, я не знаю, так, Ван Ван Гог, но был еще ролик, где Хуауэйн, Луну, Луну Черед снимали, а потом, по Гердаму, оказалось, что это было без зеркалок, не, ну, я видел ролик не самсунговский, я видел ролик, вот просто мужики сидят, конечно, нельзя недооценивать силу маркетинга, с Nokia такая же тема была, они снимали какой-то ролик, про качество своих фотоаппаратов, а потом там в отражении увидели, что люди там, какой-то мужик с таким, со штативичем, с камерой стоит, их снимают, они потом отмазывали, что, ну, типа, это не то, как мы говорим, ну, типа, это не то, как мы снимаем этот телефон, это мы типа имитировали, ну, вот это вся фигня, ну, ты понял, но это вопрос к маркетингу, и вот, кстати, вот к такому маркетингу, там же знаешь, как они же сами реклама сегодня снимают, они снимают у какого-то рекламного агентства, рекламного агентства накосячит, были такие моменты, разговаривают, говорят там, вот смотрите, какая красивая ретро-камера Nikon, там fuji на на снимке ну просто так делают зря надо самим а сами они не либо не умеют либо не могут мы от постам как наслаждаться матрицей фавен не привлекая не манесетер сушим подпасом еще раз все камеры хороши нормально берешь снимаешь если ты знаешь плюсы и минусы этой камеры то тебя не напугать и то есть вот она вот там вот шумит там аккумулятор за 40 снимков разряжается на коренной что я же это знал я знал на что это все нормально по ногу конечно заплатили сколько там много миллионов ну заплатили и молодцы правильно делали сделаю хоть кто-то денег заработал зарытами раньше мониторы были еще меньше даже мне и никому о скайлор не мешал в смысле не мешал ты же сам говоришь что купил камеру пожалуйста посмотри на этом самом нам нет но на мониторе я не знаю технически он был нужен в брошюрах fuji они говорили что нужно именно для этого чтобы убирать цветовой рисунок мара все возможно в первых частях это было необходимо потому что первые камеры делались из палок а вот это потом уже там sony задружились хорошо но я могу поверить что так было а может вообще чистым а если чисто маркетинг вообще ну черт возьмать смотрим дальше и я за осознанная работу с камерой вот это мудрые слова павел ночь это очень мудрые слова за осознанную фотографию они просто репортерскую который выбирает друзья очень а нет и не про это опять же ну хорошо это твой выбор почему нет но просто опять же кто-то любит репортажи снимать кто-то любит стрит снимать кто-то любит цветочки снимать кто-то любит не знаю сталактиты в пещере снимать кто-то любит там худых девушек снимать странных позах в студиях но нравится тебе свое отлично ты еще раз буду все цитировать смотри в чужую душу да не плывни вот ну нравится и хорошо хорошо что ты обозначаешь вот то что тебе нравится это это прекрасно чудный год начался качестве примера могу вывести камера моего дрона диджей нового снимает всего 15 минут друзья но этих 15 минут вполне достаточно чтобы сделать несколько пару тройку может быть 10 интересный как тут опять же такая забавный момент и момент плацебо очень смотрю этот снимок ну и судя по закадровому голосу это снимок на диджей а вот если бы нам всем сказали что-то снимок на фавион мы бы поверили потому что он цветастый или не поверили поэтому надо конечно все это делать в сравнении кадров если вы разбираетесь и хотите учиться фотографии это отчасти правильный посыл с другой стороны если бы твой дрон летал не 15 минут а 30 тебе было бы просто удобнее поэтому такой технический прогресс не надо останавливать потому что надо типа развивать только себя и свой скилл надо это делать параллельно пусть и технический прогресс идет вперед и ты вместе с этим техническим прогрессом тоже не сидишь и не ждешь пока камеру будет более качественный а сам себя развиваешь именно кстати поэтому как мне кажется раньше когда человек покупал себе там допустим полнокадровую зеркалку а покупала не далеко не 1 он уже имел ну какой-то определенный опыт съемки на другие камеры просто когда он покупал зеркальную камеру высокого класса то он же в принципе сам умел нормально снимать и поэтому вот это вот мировоззрение что типа полнокадровая камера ну или просто дорогая качественная камера решит твои проблемы и взяв ее ты будешь хорошо снимать нет но сейчас немножко мне кажется поменялось потому что в принципе экономически мы все даже в нашей текущей ситуации подросли и в принципе много людей может прийти и 1 камеры купить не самую дешевую зеркалку да там али за 1000 долларов а 1 купить например себе этом от sony a7 4 но снимки из нее изначально почему-то сразу хорошими станут ну это по моему понятная вещь но надо всегда такие вещи проговаривать солдолейк молодец отдыхал прошел даже удар под их ну это камера не full-frame друзья это сейчас это сейчас была пассивная агрессия до камрада как вы считаете случайно ли он туда петух петуха вставил или нет ну не знаю тут ну не full-frame не full-frame вообще все равно и full-frame она да ну не full-frame да и боксом или crop factor 1.7 1.6 1.7 там по моему ну это так друзья это действительно так задайте столько вопрос сколько стоит эта камера и сколько стоит аналогичный по качеству я имею ввиду не уровню пикселей количество а по качеству сколько стоит аналогичные средний формат так называемый а это кстати слабая позиция сфологическая слабая трени формат много чего делает не только то что делает сигма и сигмы вот раньше они стали 1000 с чем-то долларов not quattro я насколько помню даже дороже за потом их начали продавать dp2 стали продавать дешевле в общем они были не очень-то и дешевыми на самом деле камерами если я правильно помню я тут могу ошибаться по моему когда они появились дпшки quattro в россии они стоили что тысяч под 80 под 70 под 80 если правильно помню я покупал в онлайн тренде она стоила по моему в районе 45 это там через знакомых договаривался через каких-то менеджеров чтобы мне выбить скидочки вот это вот все здесь было непросто то есть я сам со всеми возможными скидками покупал за она у меня появилась когда лет пять назад опять лет назад а нет но даже до после кризиса понятно в общем не то чтобы очень дорого было когда ее покупал но странное сравнение там за эти деньги можно было смотреть на pc камеры других производителей вообще совершенно смело я так петух агрессивный это это пассивная агрессия или нет это тонкий смысл или нет волосатая лохвата самое наивное смешное то что я слышал про сигму фавион что у этих камер очень плохой красный свет там по моему когда-то были такие рассуждения что самый нижний слой так как он получает меньше света он является самым шумным и что типа как-то надо хитро обрабатывать именно по слоям тогда типа будет лучше вот это я вот слышал не знаю правда или неправда я никогда такой штукой не занимался я просто знал ограничение камеры не снимал на высоких и со поэтому я все было нормально а с чего там должен быть плохой красный цвет если там в целом полное представление о цвете странные у него перебивки конечно но глупость человеческая она неизмерима абсолютно да блин вот этот и зря будь позитивным мужиком тебе вот реально идет просто неизмеримо поскольку я понимаю как действие когда ты так вот говоришь ты как будто знаешь остальные как будто не знают тени свою тему тени свою тему все если ты будешь пянуть свою тему за тобой просто другие люди сами потянутся не надо никого вот вот обвиняет обучать просто делай свое дело с радостью и все будет хорошо то ли эти люди логика их следующие красный слой внизу значит света мало получается знаешь проблемы с красным думать вот видите какие сказал вот прям знаю сказать таким людям что читайте книжки гета хотя бы по цвету повернуть не вот это ты зря сейчас комменты почитаем но если ты знаешь если ты вот советуешь вот так вот сделать но объясни но ты молодец ты умный ты знаешь допустим я вот не не умный не знаю ну так ты расскажи вот что-то там в этой книжке подчеркнул чтобы я тоже заинтересовался и и прочитал а не просто ты там козырнул что ты читаешь какую-то книгу ну не знаю так ван ван гог молча роли где а нет это я читал она вот азера так ведь раньше мониторы были еще меньше даже у меня и никому о скалор не мешал ну камрад у меня монитор neg 2090 появился тогда когда у меня появился первый фотоаппарат нормально это до 70s который и это было по моему в 2009 году у или и это был 1600 на 1220 дюймов и отличный цвет вот из коробки я его когда продавал ко мне приехал мужик и говорит это пятый монитор который покупаю игра зачем тебе 5 он гульта я боюсь говорит они со временем могут прийти в негодность играть я боюсь ее мои потом придут негодность я других не найду и ладно мы дешево продал видимо вот так что все там было нормально заработал посумным но как как гель купил для геля рано и сегодня не успел поработать над гелем но все что нужно принес надеюсь завтра успеем да и 0 1p за люблю соседку снимать все фотографы вы аристы все кто ходит в театр смотрят кино и занимается по двумя вещами вы аристы главное тут это не передергивать как если ты понимаешь зачем не то есть не в наглую вломаться в личное пространство за как говорили предки нравится женись хорошее было время хорошо 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 что что сейчас немножко по-другому к с фильм привет к с фильм что мы думаете пора в днг видео на телефон когда телефоны начнут снимать равдинга видео это будет круто главное решить наверное несколько вопросов которые будут связаны с равдинга видео во первых самый главный вопрос а куда его девать она очень большая по битрейду а так почему нет но в айфонах же есть прорез hq он кстати тоже не маленький пусть будет я за к с фильм пусть делают я за очень это меньше рассуждение серии кому это надо вообще не надо употреблять в своем лексиконе вот тебе не надо найдутся люди которым надо вот я думаю когда условно интернет прокладывали да он же начали было паранетом вот этой вот сетью всякое такое а вот люди бы наверное сидели как из мема да не нужен нам интернет ваш вот тебе вот не нужен а многим нужен поэтому вы вставьте технически вот эти вот все примочки которые можете а люди сами разберутся и придумают зачем это надо раньше вот например зачем было две камеры ставить рядышком объективных а сейчас бац и мета вселенная какая-то появилась а раньше был никому не надо кроме там трех землекопов так что чем больше возможностей тем лучше а люди придумают творческие люди придумают что с ними сделать сейчас один момент у меня такое ощущение что я какой-то один комментарий не прочитал ладно если не прочитал напишите пожалуйста еще раз если вдруг я не прочитал ваш комментарий стараюсь читать все если не увидел извините рифмадрон во вспомнил георгий романов стритер пленочных дел обзор на файон тоже можно глянуть ну будет время глянем у нас на сегодня четыре видео запланировано уже знаешь поэтому будет время глянем zero илья не надо пудать удачные хорошие картинки с качеством этих картинок возьми 20 мегапикселей сажми до 300 на 200 и попробуй доказать что качество не изменилось сейчас не понял чему-то у тебя была сигма у тебя были нормальные мониторы сигма давала интересного давай так давай не будем говорить лучший это мне не очень нравится это слово в каких критериях это надо какой-нибудь color checker брать и доказывать что вот он лучший да по тому какие цвета он передает но совершенно точно фавион давалось необычные интересные цвета мы сегодня посравниваем это причем я не понял комментарий рифмадрон sd quattro были стандарта достаточно дешевыми учли опыт sd1 ну как ну суши тысяч с чем-то долларов вот она сейчас до сих пор столько по моему и стоит относительно сигму это может быть сейчас посмотрю относительно сигма может быть это недорого ты за эти деньги мог купить какой-нибудь средненький кроп но вот они вот смотри вот они до сих пор стоят вот тысячи долларов ладно 900 долларов и это не думаю не суть большая разница так ты это 80 тысяч рублей грубо говоря ты за эти деньги сейчас ну не за эти но ты купишь себе за твои 10 и опять же сигму 1650 новую это делать в 100 тысяч а это там условно вот там 70 80 тысяч снимаешь а эта камера извини 14 года 14 года поэтому такое она там я помню единственный момент когда вот именно tp2 продвигали на ней были скидки но по моему вот эти камеры стали раньше дороже я могу ошибаться но по моему раньше они стоили дороже поэтому даже сейчас камера россии 7 лет стоит 1000 долларов за немало так бедпостом ракурс чувака который не стесняется своего третьего подбородка ну эстетичная как бы вкусно вернулась у всех есть так или иначе да раз мы занимаемся каким-то визуальными искусствами вот тем не менее я вначале это говорил хорошо что он его это не останавливает и что он делает и он пытается донести свою мысль дома если бы он упаковал свою мысль да я тут посмотрел интервью карелина мне понравилось проводят там последняя фраза мотивационная что делать если ты не можешь найти опору в жизни пытайся а если не можешь пытайся очень круто мне понравилось как он ты говорил еще с таким с таким кадрированием очень надолго лунгрена почему-то мне напоминал вот если бы так вот и корень говорю что почему борьбу не смотрят потому что она плохо упакована вот есть ммэй он хорошо упакован то есть там хороший свет хороший звук вот вот это все что сопровождает хорошее а там типа у них все так грустно и поэтому к ним не ходят вот если бы он сделал то же самое но упаковал себя в более удобно удобно варимый формат был бы лучше то есть опять же если бы я сейчас убрал вот этот микрофон говорил бы настроенный микрофон 80d без света и естественно вот так вот но этот бы еще вырубил но он был бы меня сложнее воспринимать так что но просто из-за того что он что-то делает он мне нравится говорю когда он позитивный веселый пусть даже про пришельцев говорит мне нравится а вот когда он начинает говорить что там кто-то понимает а кто-то не понимает вот это уже не очень нравится и сквадере на старте шли больше стака рублей вот мне тоже кажется что очень дорого стоили но мне повезло и урал аппарат за очень дешевую цену пару лет назад вот я урал за 45 или за 47 я точно не помню это повторюсь там потому что мне помогли хорошие события в жизни произошло я решил что надо купить себе сигму квадро роман телефону уже умеют iphone даже лог на телефон есть даже равдин г писать умеют лог вот у меня телефон за 16 тысяч рублей умеет писать как будто что логи пишут это ладно аравда ну и прорез пишут на iphone проданга не знаю меняр да это первое видео привет первое мы это не торопимся у нас все нормально час тридцать мы уже посмотрели 7 минут нормально это хорошо мы здесь ради общения в первую очередь ну и посмотреть какое-то интересное видео тоже конечно же в 21 должен был вы а дима извини дима косклев интересно сигма выпустит камеры смотрится файл на байонете или mount ну и вот следующий вопрос туда же в тему лиц 2021 году должен был выйти ff на что-то у них не пошло не так говорят что они разработка начали с нуля думав и он уже не увидим камрада сначала сигма презентовала fpl ну по слухам что он выйдет в корпусе fp с механическим затвором из фавионом потом они давали интервью что он не выйдет и вообще не выйдет потом давали интервью что вот выйдет и соответственно соневской матрицей и что качество фавиона их не устроило в итоге и они там их послали на переделку ими и выпустили fpl еще раз говорю на мой взгляд им я бы для них за так как там соневские матрицы возможно они там имели какие-то контракты плюс я не знаю зачем они это сделали fpl вышла так себе камерой из она вышла очень сугубо специфической а вот но я очень надеюсь так как сигма упертый что фавиона мы такие увидим в корпусе фпшки с механическим затвором вот тогда эта камера будет чисто для фото но это будет очень интересно с фильм уже есть только в бета-версии motion cam на сайте github можете найти а ну прикольно суши я подожду пока она реализуется вот в нормальной версии и мне кажется вот часто мне бы хватило прорез а нички даже обычному прорез а чисто чтобы вам это круто по крайней мере можно канону книгу на подходе говорит ха ладно книг он уже нельзя но канону и ксоне можно подходить хаос fx3 ваша 70 она за 7 спишет профессиональный кодек черт fx3 не пишите вы в профессиональный кодеке а он афа iphone пишет дмитрий когда интернет был не таким доступным в нем общались исключительные добрые интеллигентные люди за с людьми интернета все скатилось хамство и агрессию дмитрий может быть я я сидел в интернете когда точно учился в вузе еще надо было проводком втыкаться в телефонную сеть и тогда это было дорого я сидел по карточкам вот я загружал страничку сайта и вытыкал проводок форму например читал всю страничку потом втыкал обратно перелистил страничку по моему и там уже а когда я работал фото ру там на клубе фото ру тоже неадекватов хватало может быть их было меньше потому что меньше людей было в интернете но ничего дмитрий надо организовывать свои небольшие оазисы адекватности да тогда тогда она будет с тобой все равно что там происходит по большому счету а арифма риф модерн sd они dp так и а все понял тебя sd да тоже были дорогими но я с дешкой не она нравилась по корпусу но мне она не нравилась потому что туда единственное что вот хотелось поставить это конечно же сигму 1735 но это было уже достаточно дорого мощно и мне кстати картинка с дпшки вот именно из-за своего вот объектива почему-то нравилось больше хотя и зашка тоже прикольная бпо нет bp07 of привет bp07 of раньше тебя не видел с подключением без фиолетового фона лучше чё серьезно что а так лучше у меня тут мне тут формата реально не то что говорящая голова а летающая голова вот еще вот этот вот антре вичок надо выключить и фотографию брать нес уж извини я все-таки вот поставлю я пока не готов к таким нововведением но спасибо тебе за комментарий так и самым первым фавиан был компактом от panasonic вроде бы все маленькие матрицы начали нулевых вот мы вчера смотрели как раз фавиона чай и он говорил что в полароиде 508 икс и что-то там вроде такой был забавно зеро были слухи что вен x3 переделать фавиан x4 для ff по 20 на пиксель зеленый плюс красный плюс синий просто красный и дима за и дону же был бы вообще огонь был бы вообще огонь продолжаем смотреть фавиона чай для них рекомендую изучить спектральный анализ восприятия к мос матриц современных ну и если у них время найдется по 3 к чушке интенсивности как это вообще обрабатывается и какие процессы участвуют в обработке после сигнала матрицы какие устройства работают вот это вот просто накидывание на себя какой-то важности типа я знаю вы нет мне мне такой подход не нравится даже если ты умный это здорово но такое мозг играет чтобы в этом плане злую шутку потому что если ты там изучил спектральный анализ вот это вот все то мог бы изучить что такое микрофон петличка для начала за тысячу рублей да ну как бы тебе можно предъявить вот пока ты не проявляешь никому каких-то претензий вот и красавчика молодец ты гнешь свою линию это начинаешь предъявлять кому-то какие-то претензии вот в двадцать первом году и радио микрофоны существует и много всего да и картинка в целом могла быть получше ну уж так то вот как только ты вот переходишь на вот это а вот вы там и не правы вы там что-то не знаете тут же можно тебе то же самое предъявить не надо так делать делай свое дело и все будет хорошо будоражить людей которые еще не пробовали 7 фавион который еще не знает ее прелести и почему этот маленький не знаешь прелести фавиона сейчас покажу и предмет вне зависимости от того какая версия камеры первая версия дп серия или зеркальная камера с д1 кстати от пользовался с 14 очень тяжело там вот прям очень все грустно было серия квадро дп или классическая квадро аж со сменной оптикой почему интересно квадро аж это классическая да нет было из-за квадро из-за квадро эйч то что она классическая да нет классическая сам последний кстати вышла какая же она классическая но ты так чего эти камеры стоят в стороне от всего того что выпускает вся индустрия фотографии чувствую заговор друзья на данный момент 21 год но практически уже 22 и почему на протяжении множества множество лет с 14 года пленочи используют эту камеру как основной да друзья прошло много времени но к сожалению сильного какого-то глобального прогресса в классических фотоаппаратах мы не по фото согласен функционал и по видео увидели и достаточно сильный ответом на этот вопрос явится вот такой предмет кубик рубика кто уже интересно кто не знает посмотрите мое видео да ну павионыч ну расскажи у тебя 15 минут и показываешь какой соус ты покупаешь какие продукты и как ты смотришь на петухов слушаю вместо вот этого рассказал что ты имеешь ввиду не хочется понимаешь переходить на твои вот эти вот штуки опять же ты говоришь про современные какие-то технологии и так далее ну поставь вот здесь вот подсказочки больше ни одну подсказочку поставь подсказочек побольше тогда людям проще будет перейти ну вот понимаешь вот не первое видео было веселее соответственно девиз этого видео почему фавион спросите фавионыча так почему вот основное друзья это конечно даже не цвет который нельзя мисс ни с каким сравнить абсолютно комарат не только можно я сравнивал dp1 с рико джар вторым и ты знаешь ну как бы нельзя сказать что сигма просто просто вы выносила эрика джар 2 по цвету нет он был немного другой он был несколько симпатичнее и самое главное опять же фавионе что я любил что он не был симпатичным или не симпатичным а то что он примерно оторжал то что ты видишь выходишь яркий солнечный день весело ну типа такое настроение и снимаешь его ярко-солнечное ты выходишь в мрачную туманную какую дождливую погоду ты снимаешь мрачную туманную дождливую погоду у тебя вот в кадре за это я фавионы любил за какую-то такую нельзя сказать естественную цветопередачу такую приближенную к тому что я вижу вот за это я его любил не было там чего-то прямо вот такого вырви глаз а зачем я вот на этих дура чувачков смотрю как мне рассказывали нам сказки про супер современные алгоритмы вообще технология байра вот так вот если задуматься крутая у тебя есть какие-то светоприемные ячеечки которые воспринимают исключительно яркость каких-то там пикселей и потом из четырех цветных точечек цветных из 4 яркостных яркостных точечек должен из них как-то интерпелировать свет и потом сделать это все то же самое все другой матрицы по моему это блин достаточно увлекательным по моему алгоритмы здесь достойно как минимум на такое уважение потому что это не просто взял и сделал но даже те люди которые поклонники хороших камер они признают что такой цвет как на павионе на байре принципиально сделать нельзя ухажите люди которых мы никто не знаем но все они поголовно признают не единство на пространстве youtube каналов и прочего и прочего который попробовал вот это уже назад никогда не вернется опять какой-то категоризм но почему ты не можешь сидеть и на байре и на фавионе использовать одно для одного другой для другого что за ротоподъем только для каких-то технических целей первые друзья это цветность соответственно градация цветов и ну цвет хорошо передачи он отличается даже не глубиной цвета не охватом не количество в миллиардах цветов так вид на стену поможет посчитать сколько глубина бит 16 бит например в каждом канале если брать носим в одном канале получается 64000 а что 716 бит разве было нет не помню ну повеночит и меня конечно извиняй но а в мире ли хорошо и в самых первых сигмах это же не думаю что там яндекс конечно мне сейчас расскажут про битность яндекс не пробить нас явно ничего не расскажешь вот сигма фото раша давайте посмотрим давайте попробуем просто вот так вот найти где-то мне 14 показываешь нигде не показываешь а там объектив покажешь ну конечно на соответственно на сайте сигма раша сколько бит на канал в принципе неважная информация ну понятно так что нет 16 битами по-моему он перепутал но сколько не говори понять сколько говори сколько лучше будет тебе доверие будет гораздо больше ты же знаешь как и все остальные которые могут взять также калькуляторы быстренько посчитать в сути своей воспроизводства в своем принципе снятия сигнала когда каждая ячейка на баере может снять только один единственный цвет с одной точки или получить электронным образом яркостный сигнал в этом баере классическом ну фавионе же слои расположена 3 слоя поэтому каждый каждая точка пространства снимает все цвета это понятно да вот так может быть работает слайд пленка друзья иногда сравнивать с пленкой с обычно но я сравниваю с слайд пленкой там расположены цвета таким образом что каждый цвет понимается и получает информации о всем богатстве цвета ну и в том числе я поэтому благодаря простым фильтром которые затем обрабатывают это полученный raw файл так называемых мы получаем очень мало искажений так называемого всевозможные цифровой грязи которых файлоне очень мало единиц и из ну мар не зависит от того как какой-либо там цвет лет и меньше цветовой мор это уже исходит следующий пункт друзья несомненно сегодня отличный день просто великолепный день для того чтобы прогуляться и мы с вами сегодня друзья отправляемся в место где продают сильнейшие антиоксиданты но это не таблетки друзья котики вы думали это съемка в черно-белом варианте в черно-белом где вроде как бы цвета нет и каждая ячейка если вы знакомы технологии принимает только яркостный сигнал и соответственно черный или белый или градации серого но все было бы не так печально для байера поскольку все таки с цветом там они могут поиграть но даже в черно-белом варианте заметно разница файлона друзья так покажи ее что касается съемкой при низкой освещенности которыми я говорил это конечно байки файл он снимает при низкой освещенности можно примеры все таки достаточно крупные ячейки покажи примеры у тебя камеры в руках у меня нет мы не касаемся камер которые надеюсь будут созданы в ближайшей будущей полнокадровый павион я надеюсь все таки этом этот размер ячейки останется прежним он не будет уменьшаться за счет этого количество как камера получит большее количество света ну вот собственно говоря охотники кто хочет попробовать файл он друзья вперед как говорится но не тешься себя мысли что это снимать на него просто нажал кнопочку зеленый режим поставил и все готово нет друзья это камера для людей творческих людей которые изучают фотографии ну да действительно творческие но результаты при этом изучении фавелныч понимаешь есть достаточно большая разница между тем чтобы изучать фотографию между тем чтобы изучать вот этот технический нюанс человек который хочет изучать фотографии ему нужно понимать базовые принципы что как работает ему не надо изучать матрицы ему не надо изучать вот это вот все это более того возможно это будет даже для него лишним ну перец даже когда меня просят я показываю что бессмысленно современные конвертеры которые почему он роне обрабатывать не понял джипег тот же самый фотошоп позволяет практически идентичные фотографии делать с тем что о мы кажется услышали мысль после которой если бы эта мысль была сказана самом начале видео то мы могли бы закрыть это видео в самом начале если raw файл если джипег файл обрабатывается также как raw файл ну извини вот о чем я и говорил на хоть если ты говоришь какую-то штуку которая к тебе можно прицепиться то это автоматически повлечет за собой эффект get домино нет комрад с raw файлом ты можешь обработать значительно больше значительно больше за редким исключением когда вы требуете типографскую печать ну для этих целей я сохраняю в 16 битном типе кто хочет подрачить на фотографиях как говорится рассмотреть мелкие детали посмотреть померить приборов и цвета ну для этих людей не имеют отношения к самой фотографии это все таки технари такие я бы сказал люди помешанные все таки для них фотографии это не просто процесс производства а это какое-то углубленное техническое обоснование своих знаний но это не обязательно комрад не обязательно если тебе это нравится замечательно но не надо требовать от этого от всех ну слушайте я сейчас давайте перейдем на эту страничку честно первое видео мне понравилось гораздо больше был таким забавным веселым добрым вот сейчас какие-то пошли и вот после того как начались какие-то ну не знаю наезды не наезды так правильно говорить неправильно что вот надо почитать это надо почитать то ну и конечно фраза что раф jpeg обрабатывается так же как раф немножко странно фавеныч будь добрым и хорошим это это прикольно не будь вот 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 таким зачем все это лишнее все это лишнее комрад так давайте почитаем лейтс еще 1 дп снимали видео 640 на 480 которые очень много весили слушаю я не помню может быть у меня было но я никогда не снимал по понятным причинам квадро и квадро и эйч вроде вышли одновременно так вот это ставим квадро и эйч первый зеркальный системы спит сигма с начали трех слоев мадрец а бам 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 1 а она сушит тенью окей согласен да зарыт и прав одновременно вышли за цветов и он отличается от других цветов своим цвет своим цвет цветом цвета твои цветы цветы а я я понял я сначала думал что ты что ты несешь а потом понял а потом как понял ну надо примет опять же винифатьев правильно произнес свою фамилию он там будет сравнивать это хорошо то есть не надо так много говорить можно просто показать все будут гораздо проще кеменский его можно считать андеграундом я думаю да еще каким ну как ты союз ты святой это не трогай святой это не трогай или это хвостик не улица фото нет он даже не как за май понимаешь если вот он скорее всего если взять ту аналогию который применил то он скорее воровская лапа ближе туда дмитрий посмотрел галерею снимка свое на flicker на некоторых снимков цвета цвета очень приятный надо искать себя в кучу ужасных но искать себе себя в куче картинках на пу все и и и и и я тебя понял на самом деле опять же надо просто показывать две картинки вот с этого и с этого и тогда будет в одном месте видно а был там хороший цвет или не был непонятным складывается впечатление что камеры покупают совместные творческие а просто технофетишисты еще не понятно зачем на фен снимать чб дима у меня была я не технофетишист мне нравится но я не технофетишист потому что хотя может быть технофетишист черт его знает кто считает что технофетишист плюс чат вот она интересная камера интересно поснимать на такую вещь но она специфическая просто мне кажется тут какой-то такой странный перекос считать что если ты купил себе какую-то камеру дату она лучше лучше чем у соседа вот это вот все вот это перебор то есть у тебя камера она тебе нравится зачем вот сравнивать чем доказывать что она лучше всех а если ты хочешь это доказывать доказывай позитивно своими по своими примерами своими фотографиями а вот это вот все зара лучше один раз вы чем 100 раз уж такая чуя против что ли у меня сигма квадры были несколько штук поэтому я как бы имеет некий свой собственный опыт не претендую на истину в последней инстанции но мне эти камеры нравились с удовольствием бы купил себе еще дед мороз чудо красного дивана горизонт свален автор хотел тебе что-то сказать не знаю он очень много читал книг поэтому не успел поправить диван не знаю за я ерничаю конечно и за не просто немножко расстроился сергей я может винифатива сейчас посмотрим профиль он да сергей сейчас будем смотреть винифатива но до этого посмотрим видео там она две минуты вот две минуты а после этого давай винифатива а последним посмотрим профиль дмитрий еще у фото ванныча очень странный подход по моему все что он делает несколько странно изучать фотографию это вообще что по моему с помощью фотографии нужно учесть что-то другое они сам процесс фотографирования ну мне кажется в каком-то смысле вот его его подвела вот эта тень значит некой самоидентичности а то что он считает что-то он такой специфический в плане того что он снимает на такую специфическую камеру и знает все эти вот специфические штуки то есть надо ходить если ты знаешь это круто опять же если ты может быть ему нравится просто это знать дай бога даже круто не вот может быть ему нравится хотите снимать это тоже круто может быть он засчитает это когда вообще прекрасно игру вся магия вот этого позитивного момента рушится когда он начинает даже не сравнивать почему бы не сравнивать когда начинают вот эту градацию я знаю ты не знаешь у меня лучше у тебя хуже вот в этой градации все портится не надо за нее переходить это больше у тебя будет все хорошо зара одобряет у тебя у меня не было камер сигма насмотрелся картина крафт срав играл чем мое мнение хуже вашего для ничем ты можешь совершенно спокойно сказать свое мнение не вопрос а еще лучше возьми камеру так давайте теперь так давайте теперь чем камерами трогать непонятно ну просто получишь тактильный приятного потом продаж в деньгах не потеряешь купи бу поиграй продай бу просто что получить опыт все это же не обязательно хочешь имей хочет не имей так сейчас смотрите мы посмотрим ее даже на минуту а потом и винифать его вот хамарат сейчас посоветовал к 57 называется странно сигма fp global шаттер unlocked 22 января 8 подписчиков ну все шапочку из фольги вот она шапочку из фольги надели все поехали всего минута господа так вот обычный ролик шаттер двадцать один из 7 миллисекунд токи вот кстати кто спрашивал про link шаттер сейчас по моему sony 1 дает что-то вроде 14 миллисекунд а если я правильно помню ну короче жить можно что ты сделал чё ты сделал мужик если бы сейчас у меня был в руках редкомода я узнаю что это правда я бы мог разбить свой редкомода случайно блин чё ты сделал мужик блин я камеру на работе оставил стойте а какой там 10 4 кей он не может снимать в 10 4 кей ребят 10 он может снимать если только рекордера подключит ну ладно допустим тут ошибся на она чё ты сделал то чё ты сделал мужик ты где живешь мы сейчас приедем на слова на зитали он рядом чё происходит так стоп-стоп стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп так спрашивает как он-то сделал чё здесь райт-энгл ауду и дузес not fake а я пост видео он хауту ворк сун уже пик ну ладно это байт конечно на подписку но я согласен если это фейк так мы найдем тебя и сделаем тебе роллинг шаттер это не агрессивно надеюсь давайте смайлик что-ли поставлю это как-то агрессивно выглядит о теперь нормально k57 спасибо за видео если честно я не я сейчас не понял что я увидел значит секундочку я сейчас расшарю куда надо что-то что происходит как чтобы сейчас что я сейчас увидел как такое произошло давайте максиму густая он не в курсе про камеры блин только 10 меня смущает ну ладно давайте теперь смотреть другого камрада сейчас а стойте мне сейчас сейчас камрада момент я его сейчас найду а выдаётся мой ролик прикольно мне нравится так слава говорит это все понятно а где его ролик про сигму она сейчас зайду к нему на канал и думаю найду вот он нашел так переключаюсь поехали с перед тем как поехали давайте я откидаюсь будут под комментариями пф привет и глобал шаттера за страны что сделал пост-обработка но посмотрим если пост-обработка мы найдем его сделаем у марулинг шаттер притекали поставил камеру там него прорез вроде я поэтому интересовался но то что у него дисси написано дисси и написано дисси и всего не умеет в дисси и снимать она умеет снимать в дисси и только с рекордерами но хорошо ладно даже если он это сделал в рекордере как он то сделал лоток со смайль лоток со смайликом это уже пошло подожди подожди ну ладно а чё ему написать лот а я мы your mother in cinema go или как убрал все видишь убрал смайлик не вопрос и мне и так нормально андрей илья ты уже обдумываешь темы на суточный стрим это к марту капреле уже надо будет соответствовать я хотел феврале у меня отпуск начали февраля ну посмотрим уже столько тем там есть стрим тарана с олега сам часть 2 есть 3 марка с паулем кредсом вот вот это все туда можно там по все по три часа нормально два стрима ой два стрима посмотрел считай 12 часов закрыл давным-давно когда был маленьким я загрузил видео в youtube и никто не смотрел до сих пор хорошо может быть он медленно делал панораму потом не знаю нет но если это вот ну как бы такой вдруг он что-то знает вдруг там еще фазовые точки найдутся радикально ставят на самом деле и кропают потом если так то я ему дизлайк поставлю и кинул страйки на канал а на канале уже есть видео как он сделал так так извините слава вообще погодь ты умный мужик а да how it was done ну он стабилизировал что ли да ну и попал страйк на канал короче все еще бандикам у тебя не зарегистрированный не нравится пожаловаться пропаганда террорий вот вот спам или ложная информация я вот под этим могу поставить вот тебя пожаловаться вот спам и ложная информация которые массово распространяется образом вводят зрители за блин так это же тарана можно так вот за ладно конечно это ерунда все не будем мы конечно старик но вот тебе я и отписался я тебе ну что за люди а ну что за люди а вы этого всего не видели короче я отписался от канала все смотрим рады а смотрите сегодня на обзоре какая у меня уникальная камера камера так сигма сигма дп1 с уникальным сенсором фавион x3 что же в нем такого в ней такого уникального удивительного ну во первых о истории так сказать вот крышечку сниму чтобы было видно даже вот так вот положу но это вот и киевская подставочка прикольные истории как она у меня появилась на обзоре вы наверно помните что осенью я решил немножечко поностальгировать и сделал парочку обзоров на старые камеры на свою камеру fujifilm x10 и на свою же камеру nikon d5 d50 точнее d50 где я в общем то апеллировал к тому что раньше все было гуще в плане цвета да была детализация не такая высокая как сейчас да с высокими и со было не так хорошо как сейчас скорострельной источник автофокуса экспозиция вот никаких определений фейс детектов не было в общем было много на самом деле проблем но цвет был жирнее данном случае это вот в полный рост касается этой камеры то сигма dp1 почему ну во первых надо сразу сказать большое спасибо камраду подписчику да то есть владимиру из москвы собственно как владимир респект который и под роликом про nikon d50 мне и предложил в комментариях можете посмотреть человек сам вот предложил выслать камеру на обзор и собственное тестирование да естественно я согласился у меня вот всю жизнь скажем так сколько лет занимаюсь фотографии да и вот салман и отвечу на твой комментарий когда здесь будет логическая пауза отвечу мне было rx1 расскажу я естественно знал про эти камеры до я слышал что вот они были про них были обзоры в те времена даже не в интернете был в основном а в журналах рассказывали какие они хорошие какие хороший свет но они стоили во первых очень дорого на период кстати очень хорошо отзывался от на 1 фавион как ни странно во вторых они были явно ну скажем так мало коммерческого назначения то есть они были очень медленные у них скажем так куча даже по сравнению с камерами тех лет они были очень медленные то есть медленно писали медленно снимали медленно записывали имели фокусе медленно фокусировались то есть очень много и естественно но в те времена я выбрал то что называется никон или кэнон да выбор стоял лично для меня более массовая и как то вот такие камеры прошли стороной и я так их не попробовал стало получше спасибо еще раз владимиру ну естественно хотелось попробовать я конечно относился со скепсисом к данной камере ну во первых она маленькая как самое интересное что она несмотря на то что она металлическая она очень легкая здесь внутри фактически полутора кроп на самом деле кроп 1.7 то есть не два кроп не 1.5 не 1.6 у канона а здесь вот 1.7 еще даже чуть меньше но самое интересное у камер сигма то что здесь вот матрица фавеон то есть трехслойная матрица здесь нет никакого байера нет никаких даже у фуджи тоже в принципе однослойная матрица да у них там свой алгоритм не байеровский у них там другое распределение цветных пикселей по матрице но тем не менее все равно каждый пиксель получает информацию только об одном каком-то цвете общую картинку с помощью интерполяции она как бы достраивается то есть здесь вся фишка в том что матрица как бутерброд имеет три слоя и который падает маргарином вниз и проходят сквозь все три слоя и каждый слой считывает информацию о собственном свете то есть rgb красный зеленый синий соответственно в теории да в теории мы имеем очень хорошие максимально возможное на цифровой камере теоретически цифра цветоразделения то есть информацию о цвете вот и собственно это хотелось посмотреть и это мне хотелось посмотреть и естественно я проверил и даже немножечко сравнил но это будет во второй части а давайте быстренько пробежимся еще вот ну просто по ттх да то здесь несменный объектив 16 миллиметров диафрагма 40 он телецентрический то есть особенность этих матриц фавеон такая что они нормально могут работать когда лучи на матрицу падают строго под прямым углом ну иначе не будет нормального цвета разделения там не будет нормальной четкости телецентрические камера в общем-то маленькая легкая дисплей очень скажем так по нашим даже по старым меркам я сейчас включу ведется нет вот фотографии кое-какие пошли дисплей очень очень слабый слабый то есть вот там ну знаете там даже непонятно попал ты в детскость не попал вообще невозможно то есть вот так чисто просто приблизительно оценить вот объектив видите как он выглядит в работнем состоянии то есть он выдвигается камера очень медленно каждый файл если писать в рафа у камрада наверное еще должны быть переходники у нее здесь колечко нет писать прав пишется вроде было 15 секунд нажал кнопку 15 секунд жмешь ждешь фокус ровка очень медленно очень медленно и неуверенная и зачастую для пейзажа я пользовался просто ручной фокус вот у них прикольная штука что вот под большим пальцем есть такая крутилка где можно вручную выставить фокус наверное как-то должно было компенсировать такие вещи но не знаю как это в реальной жизни бы работала не пользовался я как бы не торопился и пользовался автофокусом фокусировкой что в общем то здесь достаточно удобно сделано вот здесь вот шкала ручной фокусировки в метрах я сразу ставил на бесконечность немножко поджимал диафрагму и все снимал пейзажи если вы погуглите насчет камер сигма их любят именно пейзажисты те кто снимает пейзаж которым особенно тот как пейзаж который где важен цвет то есть четыре слова пейзаж в одном предложении время ой смотрите видите вот это внизу наклеечка это вот наклеечки которые футуру расклеил ностальгии ходящие вот выдалась хорошая погода солнце остатки так сказать золотая осень все оттенки красного желтого и еще остались зеленые листва кое-где и я честно вот и и потестировал работает очень медленно очень неторопливо вот в основном практически приходится снимать вот в ручном режиме фокусировки но и хорошо но мы сейчас перейдем фотографиям и я выражу свое мнение котором продемонстрирую свое мнение у меня был вау эффект вот я не ожидал что меня чем-то еще можно удивить в плане цвета четкости картинки то есть здесь всего трехслойная матрица но каждый слой по четыре с небольшими мегапикселями там четыре с половиной то есть по большому счету у вас получается файл на выходе да там две тысячи с чем-то пикселей на что-то там то есть вот 4 мегапикселя даже не 5 4 мегапиксельный файл и вот вы потом посмотрите я его сравнимо сравниваю с 12 мегапиксельным фотографии и понимаю что здесь детализация выше то есть как такое может быть обалдеть представляете 4 мегапикселя а детализация выше я поставил на 15 это слишком длинный сетап чем на 12 мегапиксельной камере причем на хорошем объективе с поджатой диафрагмой то есть вот все что к чему я привык да то есть вот за 15 18 лет я фотографии то есть вы снимаете снимаете снимать вы привыкать и как вот выглядит детализация кадра когда вы снимаете там вот исторически то мне было 6 мегапикселей потом 10 потом значит 12 потом 16 потом 20 было даже 36 все растет растет и к уровню привыкаешь ты понимаешь например как сейчас современные камеры да что вот 20 мегапиксель это норм для большинства задач больше не надо то есть больше там это уже специализированное что-то как бы что-то для съемки рекламы печатной продукции где вот это действительно требуется 20 20 уже нормально вот скажу что вот у меня просто видимо новые есть сигмы где это очень старая камера где не 4 мегапикселя там мегапикселей допустим 6 7 или 8 тот 8 мегапикселей на такого типа матрица мне кажется дадут форму любой 20 мегапиксельной современной камере именно по детализации то есть вот на примерах мы это посмотрим и это не может не вызывать честно говоря какого-то вау-эффекта по цвета разделению по цвета передачи то же самое то есть теперь я хотя бы понимаю теперь я хотя бы понимаю почему вот именно фотографы в основном конечно любители кто любит именно съемку пейзажа передачу цветов вот некоторые вот именно покупают ищут наши камеры сигма с трехслойной матрицей фавион а мы переходим так сказать примеру к разбору полетов смотрим дальше а мы немедленно и наконец-то можно поставить нам очень длинно зачем лучше бы ты все говорил пока примеры смотрел переходим к примерам фотографии вот как вы видите такие фотографии они снимались как то есть базовые со 50 в камере вообще лучшие со в камере не повышать хотя там есть 800 но после 400 уже картинка начинает плыть появляются паразитные цвета причем сильно 800 уже ну как-то ну пока не пока не интересны абсолютно не рабочие поэтому снимать надо сравнивать на минимальном вот фокусировка на бесконечность то есть в ручном режиме такие вот фотографии где ближний план есть я переключался в автоматическую фокусировку и собственно наводился наводится но медленно то есть жужжит жужжит несколько секунд навелось фотографируется вот снималась все это в рав рав от камер сигма с фавиона лучше всего проявлять в родном редакторе сигма вы чувствуете что слава говорит все эти мифы которые фавиона чтобы как бы говорит ну как бы опровергал даже камеры для пейзажиста на высоких саде снимать ну и снимал браво использовала родной по вот это вот забавно фото про я пробовал в других совершенно не то во первых не та детализация во вторых куча оттенков цвета пропадают я пробовал фотошопе пробовал ссылки пикс даже captur one они проявляют они проявляют да вроде все хорошо но если ложишь рядом снимки вот найти вас других камер ложишь рядом снимки с разных конверторов ну ты видишь да немножко разная резкость немножко разные оттенки но в целом ты понимаешь что результат плюс-минус вкусовщина то есть нету какого-то явного ухудшения вот а здесь прямо вот сразу видно то есть как бы так вот если обращать внимание на цвет в целом вот например вот этот снимок целом неплохой на биджет небо такое как будто полярик накрутил досмотреть с чем-нибудь просто пропало видимо только родной софт позволяет работать получать большую гамму оттенков цвета вот например да нет очень просто так как матрица специфическая алгоритмы которые есть у сигма они есть в родном по ради этом пяти человек условно да инженером сидеть и что-то там допиливать не охота наверно в этом суть мир вот эта фотография а вы глядите сколько здесь от зеленого до оранжевого желтого это просто не работает на вероятное вот дальше на сравнительных фотографиях это будет видно то есть волненные камеры не говоря уже смартфонах не выдают ничего подобного да они выдают красиво да вроде бы все то же самое все тоже осень все вроде желтенькая но если сравнивать их вместе то становится понятно что на других камерах которых нету матриц трехслойных матриц вы получаете красивый цвет но упрощенный там просто нет такого богатства полутонов и оттенков поэтому я вот до сих пор нахожусь под каким-то впечатлением офигеть это было в 2008 году были такие технологии но видите как бы сигма не смогла их продвинуть далеко в массы поэтому они как бы остановились немножечко в развитии но если мы конечно не смогла их продвинуть масса но если ты профессиональный фотограф ты бы мог про нее знать а если ты мог про нее знать ты мог ее купить если бы ты и кто-то еще бы купил но был бы хорошо так вот это видео он его снимается наверное не с этой камеры да а с другой потому что там это явно не что 40 на 480 и слава моего сигма тоже наверное нет а после небольшой перебив очки в исполнении оксаны мы продолжаем тестирование в данном случае сейчас будет сравнение с олимпус епэ Ну тут, знаете, можно спросить, а почему бы не сравнить ее ни с Олимпусом? Один моим, да. EPM-1, она же старенькая. И парные фотографии. Что интересно посмотреть на цвет и детализацию. Ведь у Sigma всего 4 мегапикселя, а у Олимпуса целых 12. Ну и смотрим. Видно, что цвет разный. Реально, на самом деле, дом был оранжевый. Почему Олимпус вы должны... Слушайте, ну, если дом был оранжевый, а Олимпус сделает его прям вообще катастрофически желтым, то тут начнешь понимать, почему Олега снега дует. А почему он желтый? Вопрос. Вы детализации. Очень хороший, кстати, вопрос. Если вы сделаете стоп-кадр, увидите, что Sigma вообще не проигрывает. Даже, как бы, даже лучше, чем 12-мегапиксельный Олимпус. Ну, в данных примерах видно, опять же, разный. Нет, ну тут и динамический диапазон как бы ушел. Вот он, у Олимпуса. Еще бы какие-нибудь эти метаданные. Потому что тут он на стене вытаскивает. Опять же, углы немножко разные. Насчет того, что другой. 12-мегапиксельный Олимпус. Ну, в данных примерах видно, опять же, слишком ярко много желтого. Передача тут почему-то у Олимпуса мало оттенков оранжевого, близкого к красному. Да, то есть желтый и синий. Это желтый и зеленый такие, причем бледно-зеленые. Вот другой сюжет. Я здесь делаю очень крупный... Хорошую детализацию надо брать. ...наезд на веточку. По-пиксельно фактически получается. Веточка... Ну, тут примерно одинаково. Если делаете стоп-кадры, вы увидите, что богатство оттенков на Сигме гораздо больше. Так, ну подожди. Пиксельно фактически. Да, е-мое. ...получаю. Я сделаю очки. Почему бы не сделать просто сводный снимок? Вот где-то два снимка, вот рядышком мы стояли. И можно посмотреть. Это ж неудобно. Причем... ...близкого к красному. Гораздо... Так, вот здесь. Ну, типа желтый дом. Сень. Типа зелененькая, желтенькая. Синий, это желтый и зеленый такие, причем бледно-зеленые. Вот зачем так делать, мне вообще непонятно. Другой сюжет. Я здесь делаю очень крупный наезд на веточку. Зачем? Да, тут опять как-то выбит вот это. Он тени вот тащит. Да, ну, блин. Вот этот другой цвет. Другой сюжет. Я здесь делаю очень крупный наезд на веточку. Да, вот тут он почему-то по-другому... Не, ну, слушайте, ну, может, это Алис с Олимпусом какие-то нюансы? По-пиксирую, фактически. Почему он так... Действительно, это был... Если это было оранжевым, он делает желтым? Получается. Может, там что-то с балансом было? Не знаю. Если делаете стоп-кадры, вы увидите, что нету шума на небе. То есть, она вообще не шумит. Ну, такая 150, что там шумит? А вот сейчас интересное сравнение будет, чтобы вы думали, со смартфоном Samsung Galaxy сравнение. Подожди. Ну, нормальный снимок в целом. Ну, вот вы знаете, дорогие друзья, вы же, конечно, я как любитель сигм, но здесь же цвета более блеклые. Я не знаю, как в жизни, опять же, повторюсь, я люблю сигму за то, что там ближе к жизни. Но вот этот снимок выглядит гораздо ярче и приятнее. Если не приближать. Ну, вот что здесь у нас? Так, вот, желто-оранжевый, да, здесь? Ну, здесь больше к желтому, конечно, он склонился. Ну, вот так вот, если не приближать и не рассматривать разные цвета, потому что здесь вот зеленоватый, здесь желтый. Хотя и тут немножко другой цвет. Допустим, у сигмы, конечно, оттенков побольше, но вот если не приближать, снимок смартфона очень даже неплохой. А это Galaxy S10. Galaxy S10. Ну, Samsung, вот, хороший Samsung за 80-70 тысяч снимает какую-то цветную кашу и акварель. Да? Поэтому, ну, серьезные люди пейзаж на смартфон снимать не будут. А вот... А потом выходит Олегас и говорит, серьезные люди, кроп микро-4 третьих снимать не будут. И если вот так вот выстраивать в одной парадигме, то, в общем-то, тогда он прав. Почему не будут? Потому что там сенсор маленький. Так и на Olympus не будут, потому что сенсор маленький. Вот опять. А вот сейчас просто понаслаждайтесь картинками, так сказать, фотографиями с этой сигмой. Вот я не любитель пейзажа, но она вот прям тебя стимулирует начинать искать сюжеты, краски. Вот именно для пейзажа, да? Я даже специально сделал пару выездов. Мне что нравится в Sigma в этом плане, что у нее достаточно все спокойно. То есть у Olympus вообще как-то грустно было в этом плане, вот в этом видео. У смартфона видно было, что он делает специально ярче, типа, чтобы понравилось сильнее. А у Sigma спокойнее, это приятно. Ну, я же, насколько понимаю, он это все еще проявлял в RAV-конвертере. А с Olympus вам непонятно. А если проявлял, то как проявлял? Он же тогда цвет мог выставить? В такие места, где озеро, рядом, значит, вот разные деревья. То есть вот так. Ну то, что вот эта картинка нравится, вот здесь вот трава, вот эта вот такая, она прям насыщенная. А вот эти цвета вот такие есть и ненасыщенные. То есть есть вот какая-то градация, что вот более-менее нет какого-то такого перевала в какой-то один оттенок. Но опять же вот сказать, что прям вот совсем другой надо бежать брать. Ну, да, другое, да, получше. Места, где озеро, рядом, значит, вот разные деревья, то есть вот полутона оттенки. Это как-то вот, когда есть подходящий инструмент, как-то, понимаете, и снимать хочется. Вот эти сюжеты, то, что раньше как бы тебя не сильно вдохновляло. Вот это, кстати, вот это бы он снял как раз на другую камеру. Было бы интересно, как он вот этот цвет мутный будет передавать. Мне много цветов не на листочках, а вот такие вот вещи тоже было бы интересно. Если тебе, ну вот мне, по крайней мере, было весьма интересно. Такая можно рассказать, что у него специфическая цветопередача. Есть определенные сложности. Например, сильно переэкспонировать кадр не рекомендуется, то есть там может перетекание цвета происходить. То есть нельзя, например, надо следить. Сильное недоэкспонирование тоже не приветствуется, начинает матрица шуметь. Но если более-менее попасть, плюс-минус один стоп по светам, плюс-минус полтора стопа по теням, то все получается неплохо. Вот, даже коровы подошли, получилось прикольно. Вот, и неожиданно мой знакомый, друг и комрад Александр из Москвы, тоже имеет такую камеру, но немножечко поновесим, на DP1X. И он тоже, узнав, что я делаю такой обзор, пошел у себя в парке в Москве, поснимал и скинул мне равы, которые я конвертнул, и вы можете насладиться, собственно говоря, уже его картинками с этой камеры. А мое заключение по данным камерам от фирмы Sigma такое. Это мечта. Мечта любителей пейзажа, причем пейзажа на легких. Сон наяву. То есть, это очень легкие камеры, компактные, но выдающие настолько качественный цвет, что сравниться с ними, наверное, могут только какие-то лучшие представители определенных, не знаю, может быть, среднего формата или каких-то специально заточенных. Тоже где-то это слышал. Много пиксельных под цвет современных или не очень камер full frame, да, то есть специально заточенные камеры под это дело, где толстые слои, цветоразделяющие, да, то есть вот толстые байеровские фильтры, шумные матрицы на высоких ISO, опять же, но на низких ISO, дающих прекрасную картинку. Говоря, кстати, такими камерами были в свое время первые полнокадровые зеркалки, именно зеркалки Sony на Bayonet A, то есть, например, Sony Alpha 850 и Sony Alpha 900, которые сейчас тоже сложно достать, как, собственно, и данные камеры Sigma тоже еще придется поискать. Но всем, кто любит пейзажи, я рекомендую не терять время и не начинать уже искать, поскольку я погугл... Ну, DP1 легко найти. Я не знаю, как это было. Три месяца назад был... Ну, DP1 легко найти. Авито, и там... Он самый первый, имеется в виду. Практически их нет. До свидания. Пишите комментарии. Ну... Ну, что я могу сказать? Сложная, конечно, подача. Могу бы это все как-то немножко разнообразить. Чтобы были примеры сначала, потому что половину ролика мы просто что-то слушаем, смотрим на руки. Ну, такое. Тяжело это просто так воспринимать. Сравнять с Олимпусом, вот, да, интересно, но, опять же, как он это все проявлял? Он же снимает в RAV. Значит, в Олимпусе он снимает в RAV. Если он в Олимпусе снимает RAV, почему у него такой цвет? Почему он его не может поправить? Не знаю. Странно. Давайте почитаем комментарии. Странно, короче. А вообще, если кулибины, которые чего-то пиливают, перепиливают в камеры в других адреслах, в такой момент присутствует. Из кулибинов был только Magic Lantern, да, который позволял поставить на Canon прошивку и снимать RAV. Появили слухи, что Canon как бы это не только в курсе, но и в процессе этого. Уж не знаю, было или не было, но это, по-моему, единственные, которые вот такие моменты. Салман Базоркин, Салман, привет. Илья, можешь рассказать про свой опыт RX-1? Думаю, взять его на эргономику и очень слабо я пугаю за 50 тысяч рублей. Салман, тебе так скажу, RX-1 одна из моих любимых камер. Мне она очень понравилась. Я, если бы согласен, там не хватает ручки, за которую можно брать, но там, я думаю, что можно докупить какую-нибудь ерунду для этого. Да, она не очень быстрая, но она дает очень хорошую картинку, даже в JPEG, как ни странно. Вот. Мне, например, очень понравилось. За 50 тысяч нормально. Я, у меня, правда, был RX-1R, которая, вот, но RX-1 даже кто-то, по-моему, она и ценится на всяких DX-2 немножко побольше. Купи за 50 тысяч, продаж за 50 тысяч. А если ты там поищешь, ты сможешь купить за 50 тысяч. Ну, там надо посмотреть состояние, конечно. Знаешь, на что? Обрати внимание, Салман, если ты еще здесь. Короче, смотри, у них есть вот здесь вот кольцо такое, переходное кольцо, о, не переходное, прости, кольцо, кольцо переключения в макро-режим. Вот. Обязательно проверь, что вот это кольцо, оно до конца доходит. Потому что это их такое вот, ну, такая их детская болезнь, что если оно не до конца доходит, у тебя либо что-то не будет правильно работать, с точки зрения фокуса, либо у меня вот в камере была, где вот эта штука доходила до конца, но на экранчике было предупреждение, что ты снимаешь макро. Сейчас я тебе, подожди, покажу. Я надеюсь, что ты здесь, я не просто так и так и говорю. Сейчас, сейчас покажу. Я, правда, я потом продал и купил другую. Какую же. Так что, в принципе, это не большая проблема. Но мне очень понравилось. Я ее продал только потому, что фокус на расстоянии не мое. Могут все эти снимки показать с ней, если захочешь. Вот, смотри. А, видишь? Сейчас. А, видишь, не видишь? Видишь. Видишь, вот это кольцо, вот где написано 0,3 миллиметра тире бесконечности. Вот это переключение в макро режим. И вот, видишь, вот здесь он, даже видно вот, насечки, они не сходятся. Вот, обрати внимание, вот это кольцо, оно должно, во-первых, спокойно ходить и вот фиксироваться до конца. Это вот такая некая, некий нюанс, который у этих камер может присутствовать. Ну, помимо того, что, в принципе, камеры нужно проверять, вот на это нужно уделить некоторое внимание. Но, в целом, мне очень нравилась. Очень прикольная камера. Я говорю, была бы вот такая же на 24-28 миллиметров, я бы ее прям у себя бы оставил. Ну, там, понятно, что и не быстрая, понятно, что экранчик так себе, это все понятно. Но эта камера тоже какого-то достаточно 13-го, что ли, года плюс-минус. Сейчас посмотрю. Но, вот, по качеству картинки очень крутая. Сейчас я тебе даже снимки с ней покажу. Вы, конечно, не просили меня показывать снимки, но я здесь... Но я их покажу. 12-й год. 12-й год, понимаешь? Кстати, если у тебя будет возможность, прикупи вот эту вот ерунду. Ее можно... Ой. Спасибо. Смотрю. Спасибо большое. Щедро. Спасибо большое. Вот. У них был электронный видоискатель. Мне не нравится. И был вот такой вот оптический видоискатель. В свое время он стоил каких-то, по-моему, сейчас на пиксели его можно купить тысяч за 15 часов. Короче, за много денег. А его им видео как-то продавало за какие-то смешные то ли 2, то ли 3 тысячи рублей. Я вот отдельно его как-то тоже уцеплял. И причем я его нашел потом после, как у меня осталась камера. и я, соответственно, он у меня был отдельно. Сейчас я даже попробую найти. Вот он тебе не облегчит жизнь, скажем так, да? Но он просто прикольный. Он такой большой, здоровый, такой... Он просто красивый. Такой гедонизм развивает. Прикольно. Не знаю, мне вот очень нравилась эта камера. Хорошая. Там даже видео можно снимать. Ну, там так себе видео, как ты понимаешь. Сейчас один момент попробую найти. Так, Дима, если я кидал, то я кидал тебе. Как эта штука выглядит? Показать вложение. Сейчас один момент, извиняюсь, один момент. Просто хочу показать. Конечно, найду. Кстати, я помню, вы меня спрашивали пруфа, да, дорогие друзья? Вот как мы тестировали Z6 и 750 и Nikon в плане того, что можно вытащить. То есть, можно в пересвет делать и смотреть, что будет. И вот каждая вот эта штучка, эта ступень. Каждая красная картинка ступень. Так что мы тоже нормально заморачиваемся, как надо заморачиваемся. Тоже когда-нибудь надо показать. Посмотр... Ой. Он бесконечную шутку, можно скачать, кстати, на книжку. Правда, не сильно помогло, все равно не читаю. Так. Сейчас один момент, один момент, сейчас найду, 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 найду. Так, это не оно. А, это я смотрел, не то. если что, вы этого не видели. это такие внутренние приколюхи между людьми, которые занимаются продажей фототехники, вообще просто. Я когда первый раз увидел Canon C70, я сделал вот так. Кто видел South Park, тот поймет. Такая была забавная. Сейчас, кстати, попривык. Она тоже нравится, в принципе, но первый раз, когда увидел, было очень странно. Так, но еще не это. Кстати, смотрите, что я нашел. Вот как раз у меня был RX1R и X100 рядышком стоят. Красивые. Вы продаете? Нет, показываю. Красивые. Так, это вот Филвард купил, это я лейку на то сделал. Чем? Сейчас, ребят, не найду, еще 30 секунд дайте мне, не найду, брошу. Просто хочу показать. Не найду, брошу. Сто вам мем показал про Canon. Мем того стоит. Пойдем, я тебя нашел, он не будет тебе пока за неправильно. Так, вот я вам сейчас покажу момент, как я мог бы быть блогером. Это вот примерно вот так. Это вот C100 Mark II и можно ходить и снимать себя. Очень удобно, кстати. Такая камера для блога. В принципе, вроде коммерческой тайны никакой не раскрывает, так что ладно. Вот где-то это здесь, где-то это здесь, но где? Он тоже забавный забавный картинку я вам покажу. Смотрите, какая красота. Камарат, ладно, не нашелся водоискателем, тут действительно затягиваю, нехорошо. Короче, он клевый, если будет возможность купить, он клевый. Извините, что затянул, просто хотел порадоваться. Так, вот, RX1 Рэмбери, хорошая штука, мне нравится. Ура! Пишет, зеро, нашел свое видео, даже два, хотите, гляну, там всего по 40 секунд. Конечно, что-то, конечно, присылай. Дед Мороз, 161, ПФ, США, есть контора, которая за несколько сотен баксов запиливает, перепаривает Canon R5? Во что? ПФ, R5, и так, крут, что там, допиливать? Дима, удалил сообщение, наверное, про охлаждение писал. Охлад допиливает, вроде, лимит улучшается и остывает быстрее. Допиливает. А, слушай, тогда уже была какая-то контора, я по новостям взял, они туда прям радиатор, вот этот вентилятор припаивают. Забавно. Так, тут удалено сообщение, оно, да, в принципе, логично. Во, ложат, мужик пишет, Иван Иванов. Да не, ну слушай, ему может понравилось, ну просто, подача такая, ну и сравнивать надо, опять же, с Олимпусом, странное сравнение, почему там такая разница в цвете, если он снимает в РАФ, я не понимаю. Азара, мифология из серии, а вот в древности умелые делать лучше, но больше так не делают, так как в магии больше не работает. Не, там был просто, знаешь, волшебный молот, оставленный богами, и он сломался, понимаешь, и поэтому молота нет, новую матрицу сделать не могут. Вот Дмитрий пишет, может он при тестировании ББ разный выстрел, так он же в РАФ снимал. То есть, почему у него из РАВА Олимпус дает такой цвет, то есть, если Олимпус из РАВА не способен дать цвет, который ты видел, он такой желтый, а не оранжевый, то это вопрос, на самом деле, к Олимпусу в большей степени, чем к Сигме, ну так-то. Анпэ, Анпэ, На ЧБ Хай, в примере, дает и на снегу. Ну, мы не можем его попросить, к сожалению, Анпэ, вот он, он и не сделал. Аностро Vision Studio. Илья, каким РАФ конвертером ты пользуешься чаще всего? ФС1, самый простой, вот, Capture One, почему-то их все время путаю, Capture One, самый лучший, на мой взгляд. Единственное, что там плохо сделано, там два момента, которые сделаны плохо, на мой взгляд. Первый момент, это, когда ты его открываешь, его надо под себя обязательно кастомизировать, иначе неудобно все вот эти окна, они расположены в разных местах. В Lightroom и в этом плане гораздо лучше, все в одном месте. И второй момент, там отвратительно работает авто, ну, например, например, если ты автоэкспозицию, или просто обработать снимок в авто, и он выглядит ужасно. Почему? Вы можете спросить, зачем вообще авто делать, просто иногда вот смотришь на снимок, и ты думаешь, ну, как бы какую-нибудь точку отчета бы сдать, и можешь нажать авто, он тебе что-то выдает, и ты уже это начинаешь править. Иногда это, вот, мне лично нравился такой подход. Когда ты такой смотришь на снимок, еще что-то толком не понимаешь, что ты от него хочешь. А вот, иногда был плюс. А Capture One, он делает отвратительные авто, и поэтому вот, два вот этих вопроса, а все остальное, мне кажется, очень удобно. Ну, относительно всех проектов. В Lightroom, я вот как-то не люблю, и не понимаю его. просто петро старый, и 16-35, и брикетинг, все. Петро, ты имеешь в виду, 5D, первый? понимаешь, брикетинг, это, конечно, тема, но если одна камера может снять, хорошо, без брикетинга, а второй камере нужен брикетинг, то явно плюс первый, ну, какая бы она ни была. Всем привет, пришел после стрима скрипника, посмотрел на X2. Дмитрий, привет. Как там скрипник? Что там происходит? Ему понравился ZFC? Он говорил, что ZFC это как FM2 или как FM3? Это очень важный вопрос. Можно проверить канониста на этом. Ой, не каниста, прости. Если он говорил, что ZFC это как FM2, то так себе из него... Как бы сказать-то, сейчас обидно будет? Нет. Если он сравнивал с FM2, то он слушал Nikonov, а если бы он сравнивал... Ну, в смысле, вот, маркетинговую тему Nikonov, а если бы он сравнивал на самом деле, то ZFC похож на Nikon FM3 больше, чем на FM2. Просто FM2 знаменитие, поэтому решили зачем-то его использовать. Нет, надо страдать. Ну, Анне, это агрессивный комментарий. Слушай, Анпз, или это Анпз? Это агрессивный комментарий, ну, ну, так себе видео, да, но понравился человеку, понравился человеку камеры. Ну, ладно, слушай, зачем ты агрессивный? Все нормально. Салман Базаркин, круто, спасибо за ответ. Пожалуйста, выбирай камеру, еще раз повторюсь, клевая, мне нравится. Был бы там 24-28 миллиметров, я бы ее себе оставил. Евгений Прокопцев, в Олимпусе есть функция сохранения теплых цветов, довольно неудобные цвета выходят, если выключить ее, все хорошо, может на этом Олимпусе такая функция была включена, или же работает постоянно. Может быть, но, еще раз, Евгений, человек снимает в раунх, поэтому это не должно быть такой проблемой. То есть, если бы он показал, вот смотрите, типа цвета, они похожи в целом, да, но у Сигмы вот эта вот градация больше, то было бы интересно, но повторюсь, мне понравилась Сигма, то, что она умеет делать спокойные цвета, то есть, там, помните, был снимок с травой, и она такая ярко-зеленая, а лес, он там больше в тенечке, видимо, он не такой яркий, вот это мне нравится, то есть, спокойная, приятная картинка, то есть, но, еще раз, то, что она отличается, окей, отличается, но я бы, например, не стал бы ходить, вот у меня было две Сигмы личных, я бы не стал ходить, и всем говорят, слушайте, ребят, надо переходить на Сигму, потому что такой цвет, такой цвет, ну, даже если получше, ну, получше и получше, ну, ну, еще раз, а, интересно посмотреть на работу с ней, разница с X100, ну, слушай, RX, он, первый X100, это всего 12 мегапикселей, а RX, все-таки 24, он детализирование, лучше ведет себя на высоких весах, и X100, она такая, знаешь, обладает немножко, по крайней мере, стандартный профиль, обладает немножко неправильной цветопередачей, что мне, мне наоборот нравилось, она не совсем естественно цветовала, и она была похожа, такую на пленочную камеру, она была такой более белесый, воздушный, немножко странноватая, но мне нравилось, а снимки, раз, снимки, 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 позже было, вот, я ходил на нее снимал, и она прям вот прям резкая-резкая, прям хорошая-хорошая, мне очень нравилась, на самом деле, причем, вот этот снимок, это, то ли 12800, то ли 20, ну, короче, очень много ISO, этот вечер, и в принципе, как бы, вот, нормально, если в RAW снимать, вот тут надо, надо понимать, надо в RAW снимать на нее, камера вот 12-го там года, ну, старенькие, там JPG был сильно хуже, а если в RAW снимать, прям хорошо, в принципе, если в RAW снимать, то она примерно сейчас будет снимать, так же, как вот, а-ля камера на 24 мегапикселя, так, там ноги не видно, ой, коленка, ноги, ноги, видно, вот так, поэтому она прикольная, мне вот еще очень понравилась, вот эта фотография машины, она, ну, как бы в оригинале, она прям, крайне фактурная, и вот, красивая, не знаю, как она вот настроена сама по себе, мне нравится, вот видите, там такая дырочка в стене, вот этот, Питер странный, вот этот, в плане, а вот туда подходите, а там котик, котеечка, приятный, с таким вот делом, ой, извините, дернулся, видео называется, о господи, Иисусе, ну давай погуглим, там люди, ну давай-ка я сначала посмотрю отдельно, да, на всякий случай, чтобы у меня YouTube не это, отличное видео, я просто покажу, ну ладно, это компьютерная игрушка, нас же не забанит за нее, так это читы, да, ты читаешь, нет, отличное видео, но похоже на читы, Дмитрий ДД, Capture One The Best, с февраля, он отменяет ника на другие подписки, будет общая, да, была такая новость, странное решение, видимо, выгодно для бизнеса, что называется, но, как мне объяснили, коробочные версии, они останутся, это экспресс-версия, остальных, да, будут потихонечку перегонять, Дмитрий ДД, честно не понимаю, с каким Никоном, скрипник, сравнил FC, он несколько лет снимал видео на Nikon Z, и, бог вознаградил, и нас Z9, ну все, Z9 хорошая камера, но я жду, когда будет все-таки Z6 3, или как она будет правильно называться, где будет, соответственно, X-PID 7, и потому что Z9, ну, просто большая, дорогая, тяжелая, вот это все, далеко не всем нужна такая камера, а вот когда они это перенесут в Z6, то, ну, тут, понимаешь, Дмитрий, самое главное, когда перенесут, и дождемся, ли мы этого прекрасного момента, ну, за 9, хорошо, да, хорошо получилось, но мне форм-фактор не нравится, но, вот, процессор, технология, вот, который там, однозначно молодцы, у Sony были прикольные, беззеркальные камеры, супер маленькие камеры, а это, по-твоему, что такое? Третье, где-то в шкафу лежит, далеко идти, правда, это было не очень удобно, было со смартфона с тебя снимать, я знаю, но я ее брал просто ради веселья, вот здесь вот висит 22,8, забавно, что ты ходишь и не видишь, что с ним я к смартфону не креплю, потому что, ну, зачем, я просто хожу и с рук с ней снимаю, забавно, чисто по этому, нет ни читы, ну, тогда мы, слушай, подожди, это же видео было, подожди, это видео 14 года, а сколько тебе сейчас лет? я раньше играл в CS как бог, но никто не верил, что это не читы, но я так спросил, давай в Dota, пойдем в Dota, поиграем, что ты этот CS, кому нужен, не отписывайтесь, не отписывайтесь от меня, пожалуйста, так, Дмитрий, ты удалил, а, ну, я понял, о чем ты писал, ждем этого всего, за 63, ждем, и главное дождаться, главное дождаться, потому что люди как бы мигрируют потихонечку, да, вот, но это прям очень сильное заявление, вот жалко, что Z62 не был вот таким, потому что, как бы после Z61, который был в целом нормальный, но были свои нюансы, скажем так, как бы в Z62 надо было все это прям вот бахнуть, прям хорошо, если по ним Z62 так бахнули, был бы, я думаю, гораздо бодрее, вот за Dota плюс, так, ну что, давайте тогда посмотрим еще, Камраду Густарева, в год, ну что, я в 37, то есть ты в 14 году, тебе было, соответственно, 30 лет, правильно? Ты играл в CS, мне 35, например, что ты, Гономид, один на один, или забоялся, Гономид на минерах, это я шучу, конечно, да, давайте посмотрим Макса, благо у Макса должно быть видео коротким, достаточно, я думаю, как и все его последние видео, и, и на сегодня можно спокойно вставить, сколько сейчас, 2.39, ну да, еще 3 часов даже нет, ну как, несерьезно, пока Максим снимает ту модель, которую, которую мы написали, она нам не ответила, мы будем смотреть его видео, вот такая вот жизнь, странная штука, Макса овладел ценом, и теперь делает обзоры камеры за 6 минут, как он это делает, я понять лично не могу, лоу-карт, когда следующий выпуск, школ визуальных искусств, доброе утро, лоу-карт, доброй ночи, да, вот это 0, мы, я планирую делать, где-то раз в неделю, плюс-минус, и я думаю, что я, вот сейчас, что я выпускаю на неделе, как-то так хаотично, а я все-таки поймал себя на мысли, что с 20-го числа, я делаю стримы каждый день, все-таки надо отдыхать иногда, я думаю, что я как раз, субботу, воскресенье, надо будет отдыхать, и выпускать, вот как раз, какие-нибудь такие интересные, штуки по субботам, воскресеньям, пока планирую, один раз в неделю, а как дальше пойдет, не знаю, я надеюсь, что ты теперь знаешь, как правильно держать свою камеру, про жесткие фотоны, вот это все, и помни, бесплатный курс, будет доступен, после того, как все задонатят, такой бред, вообще, ой, так, нет, я не помню, здесь я просто видео залил для теста, не, ну, хэдшотишь красиво, как отец, хэдшотишь, хорошо хэдшотишь, так, Макс, ну что, погнали, лауфай выключим, Макса включим, здорово, Ютуб Максим, Густарев на связи, сегодня у нас обновление самой маленькой камеры в мире, фулл фрейм камеры Sigma FPL, теперь она умеет снимать в 61 мегапиксель, Sigma FPL, это как Sigma FP, только с приставкой L, как вы думаете, что значит L, может быть люхури, может быть large, нет, L означает лучшая, лучшая идея разработчиков, додуматься запихать в кинокамеру 61 мегапиксель, давайте с вами разбираться, зачем это все нужно, это же ирония, да, задается мне джентльмены, что это было, комедия, нет, ну это должна быть ирония, Год назад я уже выпускал обзор на камеру Sigma FPL, смотрели вчера, действительно классная, она уникальна, маленькая, компактная, легкая, пишет 12-битное RAW видео, с широченным динамическим диапазоном, и крутейшим цветом, на нее можно было прикрутить кучу всего, что облегчало ее использование, как с фото, так и с видео, лично для меня, эта камера была идеальным примером, именно для съемки видео, от обновления FP я же... Пожалуйста, Макс, я снимал на меня практически видео, ну ладно. Дал, что Sigma все-таки заменит байеровскую матрицу на свой авторский Favion сенсор, но Sigma пошла другим путем. У меня такое ощущение, что они просто взяли в одной очень известной кампании и закупили сенсоры на 61 мегапиксель. Ну ладно, Favion, я думаю, еще к нам придет, и я этого очень и очень сильно жду. Внешне, да и внутренне Sigma FP и FPL это два брата-близнецы, они практически ничем не отличаются, за исключением матрицы и некоторых дополнительных режимов съемки. И чтобы не повторяться в обзоре, я просто расскажу... Ну и там автофокус фазовый. Ну как бы... Ну и первое, самое главное, это матрица. Теперь здесь 61 мегапиксель вместо 24. Теперь камера умеет снимать гигантские по разрешению фотографии и в 9500... Она вот кропать умеет, видите? 9,5К, 6,2К, 4,8К, ну то есть вот 60, 26, 15 мегапикселей, вот лейка M11, когда говорят, что у них технология от районного разрешения, это, в общем-то, то же самое. 20 точек по длинной стороне... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а что она как шумит-то на ISO 320? Не кропать, не перекропать. Это идеальное разрешение. 1520 точек по длинной стороне. Ну, и вот, знаете, иногда вот не понимаю, ну вот есть у меня эти 60 мегапикселей, ну и толку? Я вот приблизил, во-первых, это просто не резко, начнем с того, а во-вторых, она же шумит. На ISO 320, зачем мне это видеть? Это же неприятно. Я понимаю, что в жизни, когда вот, вот, идет оригинальный снимок, понятно, что этот глаз, надо до него доберись. И вот на полной картинке, конечно, этого всего не видно, но... А, стоп, это 303%? Ой-ой-ой, а зачем? Ладно, если не резко 303%, ладно, тогда пусть не резко. Тогда и ладно, и тогда и шумит. Пробой с ней перекропать. Это идеальное разрешение для постинга фоток в Инстаграм. Что касаемо... Ну, это точно была шутка. ...динамического диапазона все так же прекрасно, и никаких шумов в тенях вы не найдете. Корпус, лейковские, б... Ну, шумы-то мы найдем при желании, это такое. ...всех кнопок остались без изменений. Камера, правда, потяжелела на 5 грамм, поэтому, я думаю, спина теперь будет 100% отваливаться. В камере все по-прежнему реализован. Хорошая шутка. На мой взгляд, это идеальнейшее решение, футуристичное решение. В ближайшие лет 5-7, на мой взгляд, все производители начнут переходить чисто на электронные затворы, потому что это логично. Да, логично, когда у тебя есть матрица, которая способна считывать сигнал быстро, а в FPL она не может его быстро. Кстати, FPL неправильно написал, FPL пробел L. Причем FPL маленькими буквами, но это так, это я придираюсь. Тут, наоборот, самое фиговое, что есть этот электронный затвор. Тут должен был быть механический затвор, вот если бы там был механический затвор, то тогда было бы все лучше. Чем меньше движимых деталей, тем больше ресурс камеры, и тем реже она будет выходить из строя. Но вот, кстати, затворы ходят. Вот вы знаете, сколько ходят затворы? Я просто в курсе, потому что с комиссионной техникой часто соприкасываюсь. У людей затворы ходят по почти миллионам срабатываний в профессиональной технике, типа 1D серии. И вот там камеры типа 6D ходят по 500 тысяч. Нет там никаких... Вот такой и проблемы затвора, вот именно механической, что он ломается. Сложно. Ну то есть это, да, движимая часть, да, она там шумная, да, она там... Ну хотя, опять же, затвор не такой шумный. Зеркало больше шумное. Нет, в этой камере должен был быть механический затвор, тогда бы она имела большой смысл. Кстати, из-за большего количества мегапикселей пришлось пожертвовать ее скорострельностью. Теперь она выдает 10 кадров в секунду, а не 18, как на Sigma FP. Да и все равно. FP. 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 Ну а буфер также содержит всего лишь 12 кадров. При использовании вспышки выдержка синхронизации увеличена в два раза. Теперь она составляет одну пятнадцатую секунды. Ну, на самом деле... Это, по-моему, не увеличено в два раза, это, по-моему, уменьшено в два раза. На самом деле, на самом деле, я не знаю, кто будет вообще на эти камеры снимать со вспышкой. Это кино. Кино-ка. Ну, вообще... Обе камеры. Вообще, Макс, на самом деле, очень даже можно снимать в студии с такой выдержкой, потому что ты хоть прыгай, хоть бегай, пушка тебя заморозит. Вот стропить на улице с этим тяжело, потому что тебе нужен гораздо более мощный свет. Гораздо. И тут надо меньше. Естественно. Но в студии как раз и надо снимать. Это нормально. Они имеют диапазон ISO от 100 до 25600, с возможностью расширения их до 102400 сверху и до каких-то микроскопических 25, 12, 6, ISO 6, блин, это законно, снизу. Но единственное, что ISO 6 вы сможете реализовывать только снимая со штатива, потому что там реализуется какой-то процесс мультиэкспозиции, и в результате при съемке камера должна быть недвижима в пространстве. В Sigma FPL добавлена новая фичулька матричный кроп. Так как мегапикселей очень много, разработчики добавили возможность простого кропа матрицы вплоть до пятикратного коэффициента. Вот как на лейке. Примерно. Штука, конечно, бесполезна для фотографий, так как кропать можно и на постобработке, а вот в видео уже полезна, так как можно получить преимущество в зуме, сохранив тоже 4К разрешение. Ну вот видите, вот фокус. Ну че, вот фазовый фокус. А толку от него. Грубо говоря, я могу снимать фулл-фрейм видео в 4К на фокусное расстояние 28 мм, а могу поставить коэффициент 2,5х и получить такие же 4К, но снятые как будто на 75-мм объектив. Матричную стабилизацию в камеру до сих пор не завезли, но здесь вроде адекватно работает электронная стабилизация, единственное, что когда вы ее врубаете, у вас картинка кропается на 1.24х. Автофокус. Sigma выполнила работу над ошибками и наконец засунула сюда фазовые датчики автофокуса, потому что на предыдущей версии камер... Да, они их туда не засовывали, просто Sony в матрице уже есть фазовые точки, что их смазывать. ...были только контрастные, фокусировались они ну такое себе. На самом деле... В смысле такое себе? В деле здесь вкус... В смысле, Максим, ты что? В смысле? Подожди. В смысле? Также камера имеет пыль и влагозащиту. Компания Sigma является членом Альянса Elm постоянно в фокусе, опять же, как на камерах Sony. Эту переводите в следящий автофокус, нажимаете на кнопочку и глаз постоянно на фокусе, опять же, как на камерах Sony. Это удобно. Касаемо портретной фотографии, я... ...автофокус continuous, потом ловит. Но когда вы переводите автофокус на AF-C, автофокус continuous, фокусировка происходит вообще идеально. Благо, делал на... ...были только контрастные, фокусировались они ну такое себе. На самом деле здесь... ...ну такое себе, да? ...фокусировку, не ожидайте получить такую же фокусировку, как на современных флагманах от других компаний. Здесь она все равно страдает. И в видео она немного дышит, и на фото она не всегда точно цепляется. Хорошая... хорошая фазовая фокусировка. ...по глазам все же имеется. И даже вот этот покадровый AF-S на классическом китовом объективе 28-70 работает достаточно быстро и цепко. Что самое главное? Ну, видите, он постоянно перефокусируется. Это какой контрастный... Ой, это какой фазовый? Никакой вот не фазовый фокус. Главное точно. Вот по живучести здесь есть, конечно же, вопросики. Sigma FPL на одном аккумуляторе в фоторежиме даст вам всего лишь 240 кадров. Поэтому я на съемке лично делаю под 2000 кадров. То есть мне нужно 10 аккумуляторов с собой таскать. Но... Нет, это не совсем так работает, Макс. Дело в том, что ты говоришь данные SIPA. Данные SIPA это некие усредненные значения. Когда ты на съемке делаешь 1000 кадров, если ты постоянно их делаешь, тебе аккумулятора хватит на больше. То есть это... В любом случае это немного. Это понятно. То есть тут как бы вопросов нет. Но это не значит, что если ты делаешь 2000 кадров, тебе надо 10 аккумуляторов. Нет. Но 4 бы я брал минимум. Как выход. Здесь есть порт с Power Delivery и вы можете спокойно заряжать эту камеру от Power Benko. Сюда ее прикрутить. Не только заряжать. А саморезы и тогда все будет отлично. Подводя итог. Нет, не совсем Макс. Самое большое отличие, что Sigma FPL можно заряжать от Power Bank. но нельзя заряжать и снимать одновременно. А FPL можно. Вот хотя порт вроде тот же самый. Sigma FPL как и Sigma FPL это очень своеобразные камеры. Я точно ее не порекомендую фотографу, так как есть более живучие и простые варианты. Ее уникальность и фишка в возможности записи 12-битного это тоже неправильно. Макс, извини, у нее очень так себя видео, потому что 60 мегапикселей писать 4К такое себе занятие. Джеральд Анда в общем-то все правильно рассказал. И Роллинг Шаттер там настолько дикий, потому что опять же 60 мегапикселей, что она для видео как раз и неинтересна. Она была бы интересна для фото, но опять же Роллинг Шаттер делает ее невозможное применение к маломальски быстрым событиям. Именно поэтому в ФПЛ это в общем-то в студии снимать что-то не подвижить. Вот как ты снимаешь девчонок, да, отлично подойдет. Там никто особо быстро не двигается. Вот такое. При ее весе в 400 грамм эта камера компактней даже новой как бы самой компактной камеры А7С. А7С это самая компактная камера со встроенным стабилизатором изображения. Тут на самом деле никаких противоречий. ФПЛ меньше и легче и тоньше и компактнее и без стаба и без механического затвора и без откидного экрана. У видоискателя это главное. Идеальное применение этой камеры в установке ее на какой-нибудь коптер и съемке кино. Кины. Нет Макс не идеальная роллинг шаттер кинов так как я сейчас и мягкое видео ничего там хорошего нет. Кстати фигачу на дрон у меня в планах есть к следующему сезону собрать 7-дюймовый коптер и вот туда я попробую как раз сигму ФП повесить и попробовать что-нибудь снять. Вот такой небольшой обзор сравнения у меня получился и как обычно ты можешь рапки скачать по ссылке в описании покрутить посмотреть но я не думаю что ты найдешь отличия Как там комментарии у тебя 58 можно спросить? К примеру в камере Sony быть злым это плохо Sony A7R4 смысл по цвету по контрастам по шумам в тенях в цветах будет абсолютно один и тот же ну а я как обычно буду рад твоему лайку и подписке на канал встретимся в новых видео пока вот такие дела грустно конечно это все давайте почитаем комментарии видите как бывает год назад автофокус был прекрасный а через год уже плохой грустно дмитрий да 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 и нам отдыхать надо я знаю вас дмитрий да да вы пойдете к какому-нибудь другому смотреть я если честно кстати когда думал делать стримы я не думал что будет постоянная аудитория я думал что люди в общем-то заняты своими делами какими-то и так было прикольно выяснить что на самом деле много людей которым это интересно по-моему это прикольно прям вот знаете как будто реально с приятелями чатимся по крайней мере вот те камрады которые постоянно пишут вот тут серьезно вот увидимся в жизни наверное такое ощущение будет что видели ну как бы давно знакомы забавное ощущение локард вроде камеру научился держать с дорогой чтобы научиться нажимать на кнопку спуска у меня был референс есть видео как открывать дверь найдем бреда нанесем эта штука прикольная дмитрий так начинает смущать старого блэк мэджиста вашими сигма слушай дмитрий здесь здесь в чате периодически заходит чингис чингис он оператор в казахстане у него кстати очень даже неплохие ролики а вот у него был black magic он его продал купил сигму я отчасти приписываю себе эту заслугу от маленькой на части ты его можешь спросить ему пока нравится о так вот чингис привет тут только тебя вспомнил смотри хедшотить несложно просто нужна мышка зверушка неприличная удобная и тренировки плюс я так учил который доводит дело до конца если играет то играет по крупному но не в доту не в героях не играл герой прикольный мне нравится чингис смотри вот только тебя вспомнил а вот и ты так с такой тушкой сигма и не преднадавала на спортсобытия сигма фпл для студии пейзажей сигма фпл получилась отчасти случайно поэтому вот она такая там видишь они еще когда ее представили они представили к ней видоискатель а с видоискателем она уже стоит не сильно дешевле чем а7р4 но тут извини выбор очевиден при всеми любви к их сигме как ты понимаешь вот богиди привет переписывался с соседкой говорит сегодня не получится поснимать а ну удачи тебе в следующий день что тебе могу сказать добре чингис а почему бред очень важный пресс информации ссылка написано зайдите описание почему все исключительно по науке только по науке братьюне ждем два ролика для кия и гивиниши хочу опробовать сигму чингис согласен сигма фпл очень своеобразная камера да и лучше купить к сожалению боги дик еще раз ну что ж дорогие друзья сегодня мы посмотрели на павионыча что-то как-то не так бодро как раньше привет что правда ушел с боем на сигму правда правда подпишись на инстаграм чингиза чингиз уже говорит что он свою методологию проявки рава нашел мне пока не сказал какой я надеюсь всем скажет а вот выясни что оказывается у нас фавионыч что-то как-то с ним произошло он стал учить жизни других людей что грустно посмотрели фейк видео как фп снимается с глобал шаттером к сожалению фейк видео посмотрели с вами еще сегодня винифатьева да сейчас правильно да винифатьева винифатьева и ну так надо конечно еще что-то посмотреть пока долго он слишком длинные сетапы для панчлайнов и посмотрели макса ну макс не буду комментировать вот да чингис пишет да и ушел с blackmagic от 4k на сигму несколько вариантов есть один из самых простых это интерпретация через bm фильтр и лутом от bm так я так и делаю я делаю color color space transform и все а вот но в целом очень прикольная камера особенно за свои деньги то есть она стоит как 7 поки 4k но новая если мы говорим чуть чуть дороже но все-таки полный кадр все-таки 12 dng это все прикольное сложнее всего через aces попробуй именно попробуй именно не через color space с рафом а через лут от bm хорошо попробуй ну поки 4k в работе удобнее ну там дисплей хороший не знаю мне единственное что смущает что вот кнопку бы спуска вынести куда-нибудь опять же сбоку поставить как на камеру было бы хорошо или надо у них есть тросики специально для этого но там я не знаю куда их ставить у меня порты закончились вот а так вот с ручкой с монитором и так далее как-то знаешь более-менее но хотя покет удобнее конечно дисплей большой красивый и кнопка в клетке она не очень удачно находится надо нажимать кнопку спуска бы еще вытащить куда-нибудь и все я еще хочу себе годок стоял 30 это тут здесь оставить а л 30 с собой носить попробовать что-нибудь раз вы мне даете такую возможность развиваться творчески почему бы не развиваться творчески а то на такие вещи никогда денег не хватает а так вот так вот есть и филу фокус боги один минус кроп и форм фактор это два просто житель не только дисплей кодеки бмра совместимы с другими камерами бмм мэтчинг и ну да и ты можешь на нее всякие и портов гораздо больше тут я не спорю мне нравится сигмы я повторюсь когда у меня нам давали pocket 6к на пробу я немножко это ну что расстроилась на просто потому что очень неудобно очень здоровая и тут нам сейчас должны дать студия 4k камеры но это такая камера со встроенным 7-дюймовым дисплеем я так понимаю что ходить по городу с ней наверное очень прикольно вот поснимать так интересно вот ну смотрите еще раз завтра мы наверное посмотрим что-то мобилы против не мобил постараюсь завтра сделать контент для геля на субботу воскресенье там вроде не сложно сделать но там есть некая техническая одна запарка который надо решить если решит будет хорошо чингис а так есть хороший ролик просим и день джи могу кинуть если не видел там парень хорошо объяснил почему red плохая компания даже и чести из-за чего появился бмров да я посмотрю какие пожалуйста я люблю такие вещи а ты мне кинешь ее наверное в инст а нет или в тележку в общем где нибудь я его найду беру мне нравится пишет дмитрий д д д бюро да мне тоже шеет когда снимал на бюро на 6 к если честно под меня чингис наверно поправит в большие до вижу чингис спасибо вижу что уведомление пришло мне показалось что он очень похож на 7 1 же я не знаю может быть у меня так показалось в целом я испытал примерно такие же я сильно не тянул естественно николы цвета цветами не обрабатывал ночью через color space transform его перевел и мне понравилось чингис а ты будешь записывать какое-нибудь видео как обрабатывать raw сигма на самом деле есть по моему только одно видео это как раз колор грейдинг дау и вот он как раз через color space transform тел ты можешь записать собственное видео просто потому что ни у кого нет за сих нету и столько одно видео и все беру легче да и принцип построения изображения смотрится другой киска будем ну и мы можем в кс го но я там бот буду понимаешь я где не играл 10 из чем-нибудь лет поэтому я буду там ботом не интересным там есть также через ареал через аре лоб через здесь все серьезно говорю вот по поводу видео про это потому что просто нет никакой информации вот так есть человек просто захочет узнать то к тебе просто придут люди и заинтересуются хотя бы твоим творчеством потому что ты им там что-то подсказал я в давить из ты так написал как будто это город знаешь типа киберпанка только да винчи а когда ты говоришь я уже дома купил в да винчи да и там должен быть проспект берава площадь фейформ как в питере улице там 2 такая-то улица 5 это говорится улица рава 1 к 3 улица рава 1 к 5 улица рава 1 к 8 улица рава 1 к 12 значит лучше проведем лекцию про гео лентность космических рублей в большем театре в общем не не слушай на самом деле вот частенько до 1 5 спасибо лучше считается что интернет это место где легко найти какую-то информацию на самом деле чуть-чуть ты касаешься чего-то такого менее поверхностного и того чего у кого нет у каждого там человека ну плюс-минус оказывается что ну вот вроде сигма но они продаются так или иначе их конечно мало но тем не менее не продаются это не какой-то штучный товар который там заказал и их покупают в основном для видео то есть не просто для фото покупают а вот именно в основном для видео а как его кто проявляет какой-то молчок это очень странная позиция то есть странная тема либо там его все вдове не в адоб проявляют как просто один dng файл проявляет и потом применяют настройки к другим файлам а в да винчи видимо то ли вы не проявляют в общем сложность с этим из всех возможных форматов раф конечно самый крутой у арии второе место явно у б.м. из-за гибкости и количество информации пишет чингис слушай ари это хорошо наверное на арии я не зарабатываю пишет дмитрий я тоже но вариант или можно взять в ориенте ли я в этом плане как бы одиночка да то есть мне важно чтобы я поэтому и фото люблю потому что там один сам может сделать а вот и мне сигма в этом плане импонирует что ты сам один может что-то поснимать и все не надо тебе арии надо гафферов очень надо ходи снимай главное снимай информация больше чем информация больше чем надо но не на 99 процентов он ловой все сейчас ну давай зеро говори где моя шапочка из фольги а вы знали знали ребята что на самом деле матрица черно-белые что цвета нет вас всех обманывают света нет это пиксели электроны жесткие фотоны на самом деле чего нет матрица черно-белая эту информацию со мной могут произойти разные вещи я говорю вам правду матрица черно-белые ой и мы идут все вот когда люди у как-то вот так вот общаются там можно иногда пошутить незнакомым людям не писать странные вещи как вам кстати варвара ой василиса в ролике про школу она не знала что и ждет мы туда случайно выцепили она второй день работает сказали ты девушка надо чтобы это было чтобы люди уверили что у нас вообще что то есть что-то происходит тоже фотошколе и 10 вас обманывают матрицы черно-белые там нет цвет вообще вся информация цифровая она единично ноликовая что это за цвет такой единично ноликовые такого не знаю потом же электрон наполняет все дела а не дмитрий суши у нас ксенофобии в этом плане никакой нет хоть ходи с тем что тебе нравится вот лично я тебя ксенофобить не буду ты можешь хоть канон айверек ходить и вообще не понимаю ну какая разница главное что ты делаешь в том что тебе комфортно до того момента пока ты начинаешь как-то говорить другим что надо делать учить их жизни ты можешь ходить с чем угодно и радоваться жизни и все люди вокруг которые тебя видят что ты радуешься они будут радоваться вместе с тобой и помнишь как у этого чеханок пока да в высок как же его зовут право десу им как же он сбой радуйся и все будут радоваться с тобой и плачь и ты будешь плакать в одиночестве хотя у нас если хаити что конечно в одиночестве хаити ты не будешь сразу наберутся много таких людей у которых много свободного времени мир плоский так ясно дело я щас пошучу на у меня зрители 0 8 процентов женщин поэтому женщины и девушки прекрасные мы вас любим поэтому это сексистская шутка извините меня пожалуйста так вот если я кого-то еще обидел я не хочу это просто глупая шутка ладно чтобы женщина твой плоскохи было все извините извините серьезно никого просто ксеноморфить да ксеноморфить можно так волдомар привет волдомар чистить матрица самостоятельно можно только если пиксель очень жесткие это кстати да а если пиксели жесткие вот смотри ты короче берешь эту нашу обручку начинаешь их тыкать они иначе можно размазать и цвета поплывут цвета поплывут сразу после этого размазал матрицу а ты очистил да зачем-то размазал матрицу хорошо как земля может быть плоскость она пола а как австралийца могу ходить по земле если они на той стороне my life in production home studio единичная ноликовая это черно-белая ос а видишь черно-белая my life фильм продакшен или бело-черная там кому как больше нравится кружкой надо чистить а может бело-черная да и нам понимаешь бело-черная сейчас нежно-черная это мы сейчас это мы сейчас с вами договоримся а цветная не единичная ноликовая фавионе может быть единичная ноликовая но во всех остальных местах нет только инопланетные технологии фавиона позволяют тебя испытать всю радость и окунуться в сон который может стать явью только фавиона черный вообще нет свет смотря в каком представлении в к муке вполне себе цвет когда будем смотреть медведево очевид во первых привет во вторых не знаю ты хочешь там по моему он достаточно агрессивный товарищ там и да надо будет как не посмотреть посмотрим это же вин знаешь с одной стороны вот когда вот я ходил коллега сюда то есть с одной стороны там не дало подписчиков что конечно же хорошо что тут скрывать другой стороны вот как-то потом по такая легенькая волна негатива пошла и я не скажу что врат и меня это не трогает особо но и радости конечно даже не испытывают так с александром и с ним знакомы с ним и стрим запилить было прикольно вот поэтому я думаю даже сторонам больше вин был бы вот если так знаешь все ради хайпа все ради бабла в феврале в начале февраля есть планы на коллаборации они мне нравятся больше пока роман прочистить я по незнайки почистил фокусировочный экран в кровь зеркалки было весело вообще не знаю как можно чистить в этом плане там по моему даже если душу сдуваешь одну пыли но у тебя три новых появляется если ты его чистить начнешь мне кажется проще его фокусировочный экран сменить уже по крайней мере я когда делал ничего хорошего в меня в руках не было черный это отсутствие какого-либо цвета в цмуке нет дмитрий дд сразу вспоминаем фильм большой куш и александр он сам его на самом деле как бы вполне несложные но что я вот помню но логичные мысли про то что как надо снимать типа берешь человека красиво вставишь красивое место красиво снимаешь это все но он такой достаточно эксцентричный и очень агрессивный поэтому интересно еще на басу играет или не играет раньше играл был бы интересным чингис вообще самое сложное то подборка объективы для сигма хочет сетап кино объективов ну сейчас вот сам янги будут выпускать какие-нибудь или вилтриксы там они очень дешевые прям очень дешевые для кино объективов сигмовские кино объективы дорогие но с другой стороны чингиса какие дешевые и не везде дорогие low card я конечно не хочу переоценивать возможности тарана но я был весь в фольгу обернулся на всякий случай да я таран нормальный мужик в целом вот он как-то вот этот свой образ отыгрывает не знаю зачем видимо есть не знаю чем я даже думать не хочу если честно зачем а что там сложного пошел купил набор сигма компакта что за набор сигма компакт нет это что-то что-то не то роман красивого человека в красивом месте фото от легко пусть покажут как сделать из романа из мухосранска не надо делать конфетку каже мухосранск как мухосранск чтобы это выглядело не отталкивающе буднично а вот как-то с другой стороны вот тогда сейчас тебе найду видео одно что-то Сейчас, может у меня видео осталось. Где из этого мои видео? А, вон они где, ё-моё, как неудобно. Субтитры подогнал «Симон» Сейчас, секунду. Субтитры подогнал «Симон» Просто перескажу. Короче, были какие-то чуваки из Екатеринбурга. По-моему, из Екатеринбурга. Могу ошибаться. И, в общем, у них в городе было очень грязно. И они решили сделать такой проект. Они взяли, нафотографировали бездомных. Вот. Потом взяли, хитрым образом наклеили. Из этих фотографий вырезали специальную плёнку. По контурам людей. Наклеили её на белый лист. И потом поставили в места, где было очень грязно. То есть машины проезжали мимо. Грязью поливали вот эти вот вещи. И потом, когда они снимали плёнку, там были портреты бездомных, написанных грязью. И они их выставили. Ну, там ещё у каждого бездомного своя история была. Вот. И там даже на входе на эту выставку, там лежала такая же картинка. То есть ты по ней ходил и как бы писал её этой самой грязью. То есть посыл был простой. Ну, типа рассказать, что мой родной город грязный. Ну, то есть если бы они просто сфотографировали грязь, ну, грязь и грязь, ну, как бы, да, ты понимаешь. Все её видят, ничего интересного. А вот люди подошли вот с такой интересной стороны. И это выглядело очень даже необычно. Поэтому, вот как ты сказал, некое захолустье, не надо показывать, что это райские чаще. Покажи, какое оно есть. Ну, как ты его видишь. Не какое оно есть, как ты его видишь. Чингис, Самьянг и Вилдракс не один из лучших цена-качества. Дезо фильм. ВАЗ ПТСЛР Мэджик АПО Микродрайв. Прайм. Я пока буду просто на Сигмеарт. Или Цейсовский объектив буду покупать. Мануальное, чтобы, знаешь, типа Цейс. Их можно найти недорого. И это я ещё потяну. Дмитрий ДДВ, Вилдракс для фото ок. А для кино развести вот сейчас собираются выпускать, по-моему. И они какие-то смешно дешёвые. Лоу-карт людям интересно наблюдать за громкими и активными. И так я же не против лоу-карт. У меня же не стоит задача денег на этом заработать. Вот. Пока у меня не стоит задача заработать на этом. Прям денег денег. То у меня нет смысла прямо так туда бежать. То есть, ну, как бы пригласят, пойду, конечно. А вот прям рваться. Чингис. В случае с ДЗО в фильме Веспит. Более полная линейка фокусного расстояния. Сменные байонеты для разных систем. Минимальное дыхание фокуса. И более-менее подходящие размеры и вес. Но Солар Мэджик. А по микро прайм. Больше нравится по рисунку. Хотя там и дыхание фокусов. Мало количество фокусных в линейке. Ну, и кажется, 25 не матчится с другими фокусными. Ну, Чингис, ты, скажем так, давай как профессионал, да? Наверное, можно так сказать. Если ты делаешь что-то, работаешь за деньги, значит профессионал. Я любитель. И вот мне это все... Не то, что сложно. Я очень боюсь впасть в вот эту технофетишистскую ересь. Потому что я бы вот очень любил. Наверное. Но я вот себя одергиваю всегда. Потому что надо вот... Если не снимать, это все страшно. Ну, ты, правда, снимаешь, тебе хорошо. Дезовый фильм хочу попробовать, пишет Дмитрий Д. Ван Ван Гог. У меня старый советский объектив как раз 25,2,8. Если честно, вообще не понимаю разницу в этот миллиметр. Я тоже. Только не говори никому. А то скажут, я какой-то неправильный. Не понимаю простых вещей. Так. Да, хорошая контора, цена-качество. Малайф Продакшн. Хом-студия Чингис. Я бы Самьянг и Вилтрекс на одну ступеньку не ставил бы. Ну, по фото я абсолютно согласен. По видео у Самьянгов появились эти ксины. Хиин. Ну и Blackmagic вроде как их... Ну, контора, которая привозит Blackmagic. Они их как бы очень любят вместе показывать. Я бы... Я бы посмотрел на тот и на другой. По фото мне вот Вилтрекс гораздо больше нравится. Да-да, ткни носом в грязь власти города и получи друг. Ну, так ты уже понимаешь, нет прям четкой такой привязки. Просто люди креативно подошли к вопросу. То есть у людей была задача. Не просто, грубо говоря, в лоб сфотографировали. Они креативно подошли. Это не пример того, чтобы идти показывать, как все плохо. Окей, у тебя все плохо. Ну, условно, в своем городе. Какая-то есть проблема, которая тебя волнует. Можно об этом снять не вот... не в лоб. Ну и надо помнить, что фотографии, если вот так вот... Ну, они сейчас стали... Вот это такое вот название проектными. И там одна фотография не рулит. А фотографии там с 20 рулит. Чингис, насчет 25 миллиметров там не фокусная проблема. А вот... А в цвете, что это объектив. Такие результаты весьма странные для одного сетапа из объективов. А, вот он сейчас. То есть, типа, не матчится, да? То есть, они все разненькие. Все одинаковые, один разненький. Окей. Дезава в фильме SLR Magic. А по микро прайм стоит примерно как Sigma Art. А, ну это недорого. Ну как? Ну тут надо учитывать, что я свои покупаю бушными. Поэтому там мне выходит хорошо. Но для видео небо и земля. Я за Sigma 1835-980. Но гляжу, держу глаза открыть. У меня есть Sigma 1835-980. Вот она меня снимает. Хорошая. В этой серии дисперсия стекла видно. Сперскоструйную структуру... Маркобис, заходи. Тут к тебе пришли. Монофильм продакшн хоместудия. Там компания примерно на одном уровне, что производит... Что производит по оптике у Viltrex. А предложение даже получше. Xin такое себе. Я же Дезава, фильм получше будут. На ИСУ 52 тысячи. Я понял. Я понял. Инициатива наказывает. Ляд, если бы я смотрел стримы Тарана, там он такие перлы выдает. Про Бани... Смотри, Ван Мангог. Я знаю, что я могу зайти к Тарану в любой... Вот в этом плане постоянство признак мастерства. Я думаю, что если я вчера зайду к Тарану, позавчера или завтра, то в принципе, ну может быть, плюс-минус по градусу, но градус накала он останется. Поэтому это от меня никуда не денется. Я вот повторюсь. Я хочу посмотреть видео Олега со Тараном. Это второе, да? Ну так как мы первую часть начали. Хочется вторую закончить. А там, ну надо походить, наверное, для... Раз в месяц, знаешь, например, вот чтобы активность к своему каналу... Вот у меня было... Извините, сейчас про меркантильное поговорю. Прям мерзко будет, но тем не менее. Вот у меня было там 490 подписчиков. Я думаю, ура, сейчас быстренько 500 они наберутся. Я смогу сообщение писать, чтобы прекратить делать рилсы на тему выпусков. Потому что иногда хочется какой-то анонс сделать, а вот как? Никак. Вот я подумал, ну вот сейчас будут сообщения, будет с общениями проще. Так я что-то как-то, знаешь, мне так плюс 1, плюс 1, ноль, плюс 1. Я подумал, ну ё-моё. Вот пока не пойдешь, извини за выражение, а с кем-то не посорешься? Кому ты и неизвестен. Ну, постоянно это делать точно не хочется. То есть вот раз в месяц, там, ещё ладно, а вот постоянно не хочу. Чё привыкну, не дай бог. Чингис, если ты будешь снимать в несколько камер, отдавать весь материал на колор, то поймёшь, насколько важно... А, нет, ну вот это я тут согласен. Насколько важно иметь одинаковое изображение, чтобы отсветить ту и присунку. Ну, Чингис, так ради этого и покупается, по-моему, видеооптика. В целом. Чтобы, если ты с одной камеры снимаешь, там ещё богу, ну, так. Такое, а если с нескольких, ты тут абсолютно прав. Ему донаты скидывают, чтобы ещё сильнее подогреть его пыл. Ну, Ван Молгог, но мне же с собой жить, понимаешь? Мне вот не с ними жить и не с тобой даже жить, а мне с собой жить. Я вот нахожу свои комментарии, ну, то есть я был там на каком-то форуме, фото, и, знаешь, вот иногда, как говорится, когда ты сидишь, и тебя обревает ностальгия, обычно это происходит в состоянии алкогольного опьянения, но у меня его нет, поэтому просто в приступах ностальгии думаешь, дай-ка я зайду вот на тот форум, где давно писал комментарии. Ты заходишь туда, и вот я ничего плохого не писал, но был пассивно-агрессивен достаточно сильно. Я вот сейчас на это смотрю, я понимаю, что мне тогда было 18 лет, я был там таким глупее, ясное дело. Я сейчас не умный, но тогда был явно глупее. Я понимаю, что мне неприятно это смотреть, хотя этого так еще не найти. А если я вот буду этим заниматься на видео, которое, в общем-то, потом еще и увидеть можно будет, мне же потом с собой жить, поэтому... Иногда можно, но вот на постоянке вот неохота, честно. Каждый делает свой выбор, но вот я не очень. И там уже совсем его несет. Если Гаррику от этого нормально, то, ну, бога ради. Вот, бога ради, я повторюсь, если я пойду, там, опять же, дорожка выводит на стрим Гаррика, я постараюсь быть вот так же вот сидеть и не злиться. Чевеид. Снотайка, привет, привет. А где фотографы доставляют вообще? Какой стиль и жанр? Да, в основном арт-фотография. Тен Хокс очень доставляет. Вот из тех прям, которые прям доставляют. Дмитрий Таран, парень простой, даже слишком надо уже рассмотреть гамут. Да надо, наверное. Гусора, сратая, сратая, это, видимо, сраться. Зара, я этого не избегу. Это как неизбежное в том, что ты являешься стримбером, да, или блогером и так далее. Я же, в принципе, каждый раз хожу вот по краешку. Вот сейчас мы смотрели Макса Густер, вот я просто взял и два фрагмента видео вместе сопоставил. Это уже агрессия, в принципе. Понимаешь? Я же показываю такие вещи. Может быть, это нехорошо, но, с другой стороны, почему, когда мне говорят какую-то ересь, я должен, как бы, смотреть на это и вот так вот умываться, и вторую щеку подставлять. Я пока до такой степени не дорос, к сожалению. Чингис, можешь назвать себя лучшую камеру в 21-м году? Конечно, Sony 1. Не потому что она лучшая для меня, а потому что это технологически очень клевая камера, которая вышла. Но я на вышла 1-й, поэтому не КНЗ-9. А так, Сигма ФП. Почему меня Сигма ФП радует, и все. Какая разница, в 21-м году, там, в 20-м году, пока не выйдет ФП-2, то ФП. А с точки зрения влияния на индустрию, конечно, Sony 1, там, других нет. Вон Ван Гог. Не, если тяжело, то не надо. Знаешь, дело не в репутации, а в дело в собственном отношении к этому. То есть, повторюсь, я просто за этим не гонюсь. Еще раз, я понимаю, что это несет определенные плюсы, а самое главное, вот я сходил к Олегасу, да, на территорию Олегаса, где, скорее всего, люди солидарны с Олегасом. Да, и просто, ну, старался вести себя спокойно. Не всегда, правда, получилось, но тем не менее. Ну, и вот люди от Олегаса узнали, что есть, пришли ко мне, вот общаемся, это же здорово. Я говорю в этом плане, что мне не будет проблем с репутацией, если куда-то пойду. У меня будет проблема с собой, если я подамся на, вот, на агрессию, да, потому что я, в общем-то, достаточно, ну, как любой человек, может быть импульсивным и агрессивным. Вот если я подамся на агрессию, мне будет, ну, неловко за себя, скажем так. Если я просто пойду, мне от этого не стыдно, ни репутация моя от этого ничуть не пострадает. Она пострадает только, если я сам позволю себе глупости. А, тем более, у тебя работа с фото связана, там же история с крышкой. Я не знаю, что за история с крышкой Тамра на фотомаркете. А что за история с крышкой? Расскажи, пожалуйста, я не понял. Ну, тут, видишь, вопрос, опять же, не правда, не правда, а подача. Я просто повторюсь, я вот считаю, что если мне человек, ну, как-то осознанно или неосознанно, вот, заблуждение, я ему скажу, ну, скажу, как я считаю нужным, просто я не буду делать это агрессивно. Он говорит, Максим, а что за хуйня, почему ты мне вот год назад уговарил? Слушай, Макс, ну, вот ты вот говорил сначала так, потом так. Можно уточнить, как правильно? Вот, ну, это такое. Ван Магог, мы-то в безопасности, мне просто нравятся всякие технические штуки и прочее. Да, слушай, все нормально. Я говорю, мне главное себя за контролем держать, все остальное хорошо. Олегов, кстати, молодец, за любой кипиш и любой стрим. Мне кажется, Олег, рационально, знаешь, как Симирон, он придет на батл только тогда, когда ему это выгодно. Олег ищет тех людей, с которым ему интересны, которые улучшат в свое положение. Я не думаю, что он сейчас второй раз пойдет на стрим с тем же Тараном. А может, и пойдет, не знаю. Вот, что у Олега не отнять, а он молодец, что он тоже активничает. То есть, он постоянно что-то делает, это он молодец. Это безусловно, вообще. Олега Скорсавчик, не-не, не идеал. Кроп любит, крутилки, ужас. Ну, в общем, Таран сказал, что ему человек в Дискорде начал про тебя говорить и то, что человеку, его знакомому подписчику прислали Sony без крышечки Бенеда, стоит из крышечек Тайг Тамрона. А я тут при чем? Ну, чисто теоретически, можно предположить, что человеку, когда отправляли камеру, почему-то что-то перепутали. Если человек бы написал об этом в любую нормальную организацию, в любую, перед ним бы тут же извинились и сделали бы все нормально. Вот такое. Ну, про барыг, да, я слышал, это он неправильно сказал, на самом деле, вот, это очень легко проверить и очень легко опровергнуть, поэтому это, то, что он сказал, это он глупо говорит, неразумно говорит, такое, в принципе, не надо в общественном поле выдвигать. В нормальной стране, вот, условно, в Штатах, он бы за это иск получил, просто банально. И все. Заплатил бы денег за такие обвинения у нас, как бы с этим проще, поэтому никто не заморачивается. Ностра Вижн Студио. У Олега со спецом такой образ для развития канала, он нашел свои фишки. Ну, если он с этим в гармонии и в мире живет, у него прикольный образ, что он расстроился. Вот это прикольно. Ну, как бы, это такой забавный художественный прием. Да, у него есть какой-то элемент юмора, элемент сатиры, да, над людьми, которые, вот, выбирают, там, условно, и Сони, и вот, условно, поклоняются, там, кому-то, лидеру мнений. Это неплохо, но когда вот он идет агрессивно на других, мне не нравится. Мне не нравится, когда кто-то идет агрессивно на других, это все неинтересно. Это приоритет, да, я понял, да, я знаю, мне Сергей скидывал, там, в комментариях к видео, да, это я видел, ну, слушай. А тот магазин, который он рекламирует, это не магазин барыг, да, серый. Да, ну, это все глупости. Не, просто, зачем это все? Фликарард, привет, привет. Я, может, чего пропустил, ты вроде говорил, что я в ПЛ для видео хуже. Да, фликарард, для видео хуже. Ну, там, вроде, ты не дописал, я подожду, пока ты допишешь и отвечу. Стрим Тарана с инфоцигальным смотрел, а я не смотрел ни одного стрима Тарана, кроме стрима с Олегасом. А надо? Слушай, так мало времени, вот, особенно, когда я стал делать стримы, так мало времени, что, мне кажется, у меня его столько нет. У меня просто его столько нет, чтобы смотреть все такие вещи. Нормальное бы видео найти, а стримы с Тараном, я думаю, не уйдет. Но если ты скажешь, что он смешной, я посмотрю. Это я трогаю, это я делаю, да. Он, угод, так он и сказал, чтобы он попросил нормальную камеру у них, коли он не такой, ну, и правильно сказал. Не, ну, в принципе, если человеку прислали что-то не то, он может обратиться в эту компанию, сказать, извините, вы ошиблись. То есть вы мне прислали не то, и все, я тебе уверяю, любая компания, вот такая крупная, она будет бегать, извиниться и всякое такое. Тут, знаешь, другая история, если бы он, например, обратился в компанию, ему сказали, типа, да, иди ты лесом, то да, это было бы прям плохо. В чем проблема снимать распаковку, если засушили? Людям, вот, Ван Ван Гог, людям нормальным работать надо, у них его время неограничено. Надо заниматься какими-то вещами, желательно позитивными. Вот этой всей ерундой заниматься в целом не хочется. Если это делается сознательно с точки зрения наработки аудитории, ну, окей, это выбор каждого. Но оно, а на серьезке этим заниматься точно не хочется. Если тебе кто-то что-то неверно сделал, зачем ты идешь к кому-то, чтобы об этом рассказывать? Сначала обратись в эту организацию, там, возможно, там, там явно был косяк. Если организация уже ведет себя как, там, неправильно, то ты, да, ты освещаешь свою проблему и, в принципе, правильно делаешь. Фликаро, там, вроде, фазовые датчики, а чем именно хуже? Ты тестил? Спасибо. Фликаро, смотри, я тестил автофокус сам по себе и не стало похоже, что он стал фазовым. Фазовый, если ты держал в руках камеры Канона или Сони, здесь хороший фокус, нам все хорошо с фокусом. У Sigma, ну, я даже не обратил, я даже не заметил, что она стала лучше, если честно. Единственный нюанс может быть, что Sigma даже с FP, когда они выпустили FP, там были некоторые нюансы, которые решились, очень сильно решились с выпуском прошивки. Может быть, с FP будет так же. Но, даже если они решат этот вопрос, проблема в том, что Sigma, как будем сказать, с 60 мегапикселей сделать картинку в 8 мегапикселей нереально. То есть, снимать на 60 и переделать в 8. Там идет пропуск строк, это значит, идет первое, нерезкое видео, второе, достаточно сильно идет роллинг-шаттер. Ты можешь посмотреть видео Джеральда Андана про это, там вкратце. И, я сейчас скину ссылочку. Маленький, на 10 минут. Так. Насчет агрессии конфликта, так советуют с моим спецы для быстрого набора подписчиков. Людей идут заниматься, догадные набирают виталии мельни. Просто, еще раз, я не осуждаю вообще никаким образом, просто ему потом с этим жить. А мне с этим, я не хочу. Если для него он хочет, то здесь не лучше, хуже. Здесь вопрос твоего личного выбора. Ману Гог, и тебя попросило твое руководство, мастер, это рано, чтобы крутить репутацию магазина, что сотрудничать с ним, на этом все, больше ничего плохого не было. Зачем? Слушай, ну, вот, сказать, я вот могу быть агрессивным. Я просто, ну, с возрастом все реже и реже хочется. Чтобы поставить тарана в неудобное положение, вот именно медийное, там ничего делать не надо, там надо просто его фразы выдергивать, ставить друг с другом. Все, больше ничего не надо делать. Он сам, он сам за себя, за себя всю работу делает. Поэтому, там даже ничего придумывать не надо. Он там столько наговорит на одном стриме. Поэтому зачем? Развлечение, он такой реактивный, его подкручивают. Ну, Ван Ман Гог, когда он негативно относится, например, ко мне, лично, все равно, а вот говорить на какую-то компанию и так далее, вот это, мне кажется, вот это перебор, вот это делать не надо. Зеро, а Олегас посоветовал посмотреть... А, ну... Зеро, главное, чтобы Олегас не сказал тебе микро купить, а то будет совсем плохо. Его друзья токсичные, ну что? Что? Они могут быть какими угодно, это их выбор, а он может не поддаваться на это. А, Дмитрий Дэй, кстати, Илья, у вас многочасовые стримы, я никогда не смотрел. Ну, они тут все, к сожалению, или к счастью, я не знаю, многочасовые. Flicky Art, спасибо за ссылку, я привык к автофокусу Sony, теперь не представляю, что я кручу руками фокус, хотя раньше было дело. Flicky Art, вот пока, по крайней мере, Sigma, это ручной фокус. Как и Panasonic, кстати. Поэтому, если вот это пережить в себе, то там хорошо, если привык к фокусу Sony, то пережить будет сложнее. Хотя, ради веселья, вот Flicky Art, у меня последнее видео вышло на канале про первую научную фотошколу. Мы взяли Sony A7-3, поставили туда 24-70 и на F5-6 поставили. И при не очень, таким, хорошем освещении, она хантит, в общем-то, тоже достаточно хорошо. Тройка. А вот дальше 7C, S3, и вот все, что позже выходило, оно уже сильно бодрее. Вот Крэш ТВ, но Рум Камрат, таких там тоже много. В основе на донате это чуваки, как будто дома 2-2 смотрят. Да, кстати, Крэш ТВ нормальный. Он сюда, правда, давно не заходил, или с нами, но не отсвечивает. Он нормальный, вот нравится ему Sony, он снимает на Sony. Идет к Олегу, что там, Олегу что-нибудь забавное напишет, сюда придет. И, в общем-то, никого, даже Олегу, он не оскорбляет, по-моему. Он там просто подкалывает его, но не оскорбляет. Поэтому, еще раз говорю, нет никакой разницы. Нет такого, что если у тебя Sony, у тебя там крыша поехала, или там Canon, у тебя крыша поехала. Это отдельные люди позволяют себе так вести. Вот почему надо делать, это другой вопрос. Надо гамрады, 348. Роман, да, это на А7-3 было видео. Но ты понимаешь, что мы его поставили... Я не помню, какое там было, и оно специально завышается, мы специально выключаем свет, чтобы оно... Я еще шумы наложил, то есть оно изначально делается некачественным. Но это А7-3, да. А первые два это Canon EOS R. Так что, да, Роман, последнее это А7-3. Первые два это Canon EOS R. Причем он на 24-105, ну на F4, собственно. Ну и тоже на авто-ISO. Потому что мы профессионалы, мы снимаем в один дубль и на авто-ISO. Про многочисленность стрима это был комплиментом. Спасибо. А как-то вам удается держать внимание? Да, не знаю. Это несложно. Привычка. Долго работал с людьми. Вот дал отпор троллям в комментариях. Илья пишет, что я агрессивный. Мне показалось, если ты про тот комментарий, где я тебе написал про легосу, мне показалось, что ты такой, там знаешь, как будто попал немножко в более токсичную среду или тебя окружили враги и ты их отпинываешь. Я думаю, здесь ты такой более спокойный. А там такой более агрессивный. Я, кстати, не говорю, что агрессивный, это плохо. Вопрос, что именно ты делаешь? От агрессивного, если защищаешься, ну, не знаю, я... Дыхание фокуса было в такт с дыханием зрителя. Очень тонкая операторская работа. Но это потому, что Сонечка. Сонечка знает, что ты хочешь. Как тебе удается практически не использовать слова паразиты? На это Vision Studio. Мне кажется, я много использую слов паразитов. Не знаю. Потому что не могу тебе сказать. Мне кажется, я их много использую. Мне даже кто-то писал здесь в комментариях, что я много их использую. Я думаю, ну да, если ты 7 часов непрерывно стримишь и даже устал как бы на одном стуле сидеть, то он у меня, знаешь, у меня стул языки кухонный, он жесткий. Потому что я на мягком, как бы, начинаю вот так в развалку сидеть. Для спины не очень хорошо. Вот. Можно и какие-то слова говорить. Да нет. Если ты так считаешь, то спасибо. Мне кажется, я много говорю всякого. И когда я пересматриваю иногда стримы, в некоторых моментах, чтобы посмотреть, как там все пошло или вообще, я иногда просто заговариваюсь. То есть я имею в виду, например, я имею в виду меньше, а говорю больше. То есть там в контексте, может быть, это и понятно, но иногда заговариваюсь. Так что у меня есть куда двигаться. А в последнем видео, Маркобис, я имею в виду, да, Ван Ван Гог, я понял. Заро, адекватно реагирую на обстановку. Окей. Вокруг стреляют и стреляешь. Меняй цель цель доната. Лоу-карт. На что менять? Я понял, на геймеры, на гейминг-кресло. Слушай, я донаты прикрутил, чтобы они были. Вот из-за того, что они есть и камрады поддерживают, у меня есть возможность купить себе какие-нибудь ништячки, которые вот очень хотелось бы, но на которые никогда не выделялись средства. Поэтому всем, кто донатит, вообще огромное спасибо. Любые суммы прям очень мотивируют. Смысл отставить бренд? Нужно, чтобы производитель боролся за нас. Ну, слушай, я... Что значит отставить бренд? То есть ты про фокус сейчас говоришь? То, что фокус там некачественный, лично для меня это плюс. Ну, в смысле, то, что он хандит, это плюс. Ну, вот. Я выбираю камеру за какие-то ее характеристики. Я не знаю... Я не жду от бренда, что он придет ко мне и скажет, Илья, а тебе чего улучшить-то? Ну, как бы мне и так достаточно спасибо. И так уже много сделали. Точно немного, как оператор, говорю. А, Настра Вижен у нас... Мы хотели когда вводить... Ну, вся эта YouTube-тема, которую я сейчас делаю на ярком, Это моя была инициатива отчасти. Вот. Она, конечно, получила какой-то дополнительный нюанс, Но все же... Но я предлагал сразу взять нескольких людей, Потому что канал компании хорошо, Чтобы ассоциировался не с одним человеком. Ну, потому что мало ли там человек заболеет, Уволиться и всякое такое. Пробовали других и там... Надо просто опыт общения на камеру. В этом плане, кстати, стримы помогают. Вот ты говоришь каждый день и реально помогают. Просто смотришь в камеру и говоришь. Потом привыкаешь. Ну, как будто она родная такая стала. Главное не забыть выключить после стрима И не забыть стрим выключить, Чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Зато подписчиков после этой ситуации бы прибавилось. Это я понимаю, да? Да, бескачественно стула. Значит, ну, слушай, вообще-то прав. Это очень логично. Бескачественно стула. Флекорард. Обзор работ подписчиков будут? Увеликих это удовольствие стало платным. Думаю, многим людям было бы интересно. Флекорард. Понимаешь, в чем дело? Я не позиционирую себя как либо фотограф, Либо видеограф. У меня есть. Я просто человек. У которого там есть свой определенный вкус. И вот Чингиз мне скидывал видео. Он говорит, посмотри видео. А я думаю, я посмотрел видео, И я недоумевал, а зачем Чингиз мне выкидает? Ну, то есть, он явно гораздо более профессиональный, чем я. То есть, у него видео гораздо лучше, чем бы я сделал. Поэтому я могу его оценить только с точки зрения, Как человек из интернета, нравится-не нравится. Если есть желание, я с удовольствием скинь мне в инстаграм или в телеграм, в канале есть ссылочки. Я с удовольствием посмотрю, просто для того, чтобы посмотреть, как другие люди снимают. Но я не кто, чтобы оценивать твою работу. Я просто человек, который может сказать тебе свое мнение. Вот мы недавно смотрели фотографии Камрада Зверева и вот девушки из Казани. Я забыл, какой зовут, который детей, ну, не детей, а девушек снимают в лесу. То есть, я вот могу тебе сказать, например, как я бы снял. Вот как бы я бы снял для меня, грубо говоря, хорошо. Ну, там подмечаю какие-то моменты. Но это, еще раз, это просто мнение со стороны. Это не критика, не разбор. Вот это все, боже упаси. Я не... У меня... Меньше, равно больше, как... Как в... Что? Зар, я не понимаю, что ты говоришь. Что значит меньше, равно больше? Что это значит? Мангог, потом увидишь обзор олега на автофокус, а не асим. Три твоему виду, да богу ради. Да богу. Только только за. Роман, а идея фан-арт прикольная по поводу обсуждения работ подписчиков. Ну, камрады, давайте, если наберется, ну, какое-то количество человек, которым это интересно, давайте сделаем. Только исключительно по фану, да, то есть, потому что, повторюсь, я не критик и вот это вот все. Будет стрим лежа с закрытыми глазами и храпом, да, главное, этот еще ладно. Рома, а стрим все еще идет? Да, идет. Ну, ничего, завтра по разбитым, похожу немножко. Фликарат, крутой ответ, спасибо за адекватность. Ну, фликарат, понимаешь, я просто участвовал в портфолио ревью, я жил в Нижнем Новгороде, и там был музей фотографий, и туда периодически кто-то заезжал. И мне на тот момент хотелось сделать прям творчески-творчески, значит, не такой, как все, вот эта вот вся тема. И я когда принес свою портфолио, ну, там надо было за день насобирать какие-то снимки или сделать какие-то снимки, я уж не помню точно. Я принес там вот один из людей, который оценивали, был Вяткин. Я забыл, как его зовут. Александр Вяткин. Вяткин. Короче, он такой репортажник, там глава московская, чего-то там, чего-то там. И еще какие-то другие люди. Я вот подхожу к Вяткину, он такой смотрит и говорит, ну, вот я мог неправильно запомнить, извини, если это прозвучит высокопарно. Он говорит, типа, Илья, в твоих фотографиях много литературы, это плохо. Ну, он, типа, журналист, да. Подскажи какой-то другой женщине, она мне говорит, Илья, в твоих фотографиях много литературы, это хорошо. У меня там 20 с чем-нибудь лет, чего вы хотите, чтобы я понял. Поэтому, если ты хочешь оценить свою работу адекватно, то есть, с точки зрения, прям, руководству к действию, да, не просто, я тебе могу сказать какие-то мысли со стороны, которые могут тебя к чему-то подтолкнуть, и все. Все, рекомендации к действию дать не могу. Вот, если, допустим, тебе нравится Кезин, ну, и вот арт Кезина, да, то логично спрашивать мнение о своих работах у Кезина, а не у Петросяна, который репортажник, ну, или, там, стрит занимается. А если ты снимаешь стрит, то нет смысла идти к Кезину, потому что он не понимает, что ты делаешь, ну, в принципе. Ну, понятно, что понимает, я имею в виду, что не так сильно разбирается, не так ушко в этом плане двигается. Поэтому, вот, единственные люди, кто могут дать тебе нормальную критику, это, вот, люди, которых, вот, на которых ты равняешься. И, кстати, это, они могут быть неправы, потому что все мы люди, так что, вот, имей в виду. Ван Гог, я все жду, когда позвонят из Сани Центра, даже жена уже ждет. Особенно сложно ждать, когда выходные, ну, вот. Я надеемся, что тебе позвонят как можно скорее. Ну, тогда ты сам говоришь, что путаешь меньше и больше. Ты можешь написать как есть? Я, я справлюсь. Можешь на почту, я увижу уведомление. Я, я не понимаю, честно. Вот, стрим идет 4 часа, я уже, это, оперативная память кончилась. Ван Гог, спасибо за стрим. Да, всегда, пожалуйста. Я из Нижнего интересный. Ну, тогда ты знаешь, там есть школа фотографии, которые на пересечении около драматического театра. Музей, музей фотографии около драматического театра. Не знаю, он там сейчас остался или нет, но вот, вот там дело было. Тяж, Твин, тоже поддерживаю идею по обсуждению работ подписчиков. Думаю, будет, ну, камрада, вас уже трое. Создам какой-нибудь, вот, мне наконец-то YouTube разрешит делать сообщение, потому что у меня уже больше 500 подписчиков. Создам соответствующую тему. Давайте там наберем человек, сколько, не знаю сколько. Сколько-нибудь. И сделаем. Там, откроем отдельную какую-нибудь темку, вы накидаете ссылочек, и я, я только за. Обсуждать фотографии. Мне нравятся технические штуки, но технические штуки без фотографии, они несколько, ну... Не то, что теряют, но с фотографиями они точно становятся лучше. Вот так вот, давайте скажем. Роман, здесь, думаю, много зрителей по фану, а вообще, мало ли, в YouTube конкретно по композиционным приемам рассказывают, как и что. По крайней мере, я таких не видел. Ну, 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 вот мы разбирали работы оператора, вот, типа, откуда идет свет. Не работы оператора, а какой-то видеооператора. Композиционно, вот, знаешь, я вот говорю, вот мне нравится в Джеймсе Джойсе фраза у Вика Маллигана, это мой любимый литературный персонаж, наверное, пока все еще. Что я запоминаю только идеи и ощущения. Соответственно, я просто смотрю и вот постараюсь через композиционные какие-то решения прийти к какому-то определенному художественному высказыванию, которое сделано художественным языком. И в моей голове там что-то обычно, ну, если что-то происходит, вот это вот интересно пообсуждать. То есть мои просто ощущения, мои фразы непосредственно от работ. Вот, композиционно, вот, знаешь, я несколько раз, я раза четыре пытался прочитать Александра Лапина. Я думаю, все знают, какой это такой. Автор книги «Фотография как». Ты начинаешь читать Лапина, и ты такой думаешь, ой, как у него хорошо написано. Там вот эти цветовые пятна, линии, вот это все, ты такой, ммм, про баланс, вот это все. Ты думаешь, интересно. И ты доходишь до первой фотографии Лапина, которая приводит до первой. И ты закрываешь книгу, потому что он вот на этой фотографии рассказывает, он вроде говорит умные вещи. Даже не вроде, он говорит умные вещи. Но он показывает на это на примере, и ты думаешь, боже, это же такой бред. И закрываешь. Я вот смотрел несколько разборов Александра Лапина. А давайте, знаете, что сделаем? А давайте посмотрим разбор Александра Лапина. Хотя бы вторым видео. Завтра. Объясню, что я имею в виду как раз. Потому что вот он вроде говорит какие-то вот эти компенсационные вещи, но фотография-то никакая. Никакая. У меня никакого высказывания. У меня никакой ни этики, ни эстетики. Просто вот в Питере есть такая школа, школа академической фотографии, и у них есть разбор фотографий. Я там вот как-то туда периодически хожу, иногда мне очень грустно от этого, правда, но вот хорошие фотографии, и как-то сразу видно. Видно, когда у автора стиль, и видно, когда у автора есть опыт. Видно, когда автор только пытается. Поэтому такое. Композиционно можно это как-то оправдать, но, значит, если какое-то чувство вот этого не стиля, так неправильно говорить. В общем, эфемерные несколько вещей, а вот на фотографии посмотреть это круто. Ностра Вижн Студия. На кого ты равняешься? Да слушай, да ни на кого. У меня фотография как психотерапия, по-моему. Мне вообще кажется, равняться на фотографов надо только с точки зрения визуального языка. Вот в этом плане мне очень нравится Стэн Хоукс, повторюсь. С точки зрения идей, которые ты хочешь воплотить в жизнь, мне кажется, надо идти не в фотографию, а в литературу. То есть фотография – это как именно ты это опишешь, а в литературе – это что ты будешь описывать? То есть ты что-то читаешь, у тебя появляются какие-то идеи, и ты начинаешь их в голове визуализировать. Ну а потом, когда ты становишься, ну скажем так, ты в теме, ты понимаешь про технику, понимаешь про приемы, ты, например, смотришь на Кезина, как он это делает, потому что у него можно прямо почерпнуть именно технические аспекты. Ну и потихонечку потыриваешь, у этого потыриваешь, у этого потыриваешь, тут на мастер-класс ходил, здесь посмотрел, там на выставке побывал, у тебя в голове складывается какой-то пазл. То есть я когда иду снимать что-то, ну по крайней мере придумываю идею, у меня в голове есть четкая конкретная картинка, что я хочу получить. Единственное, самая большая проблема – то, что у тебя в голове должно быть еще, быть осуществимо в реальной жизни. Потому что придумать можно все, что угодно, а снять уже не все, что угодно. Поэтому пока вот все мои фотографии, которые есть в Инстаграме, это такая фотопрогулка, я это называю психотерапией для себя. Я просто хожу и фотографирую уши фотографа. Ну то есть фотографирую самого себя через других людей. «Память как у рыбки, надо выспаться». Согласен, Зеро. Извини, я это, ну, 4 часа. Разбор полетов у Рошапа был раньше классным, а сейчас после возвращения в Ютюбчик стала полная шлуха. А я ни разу не смотрел, кстати. Я бы с удовольствием посмотрел. Смотреть на фотографии приятно. Разбор Лапина Зал? Ну, все, давай сделаем, вообще не вопрос. Залапина. Можно вести женский персонаж, которого будет звать, которую Ю будет звать Залапина. Рошап, да давайте Рошап. Ну, Рошап, он такой эффектный фотограф, да? Я же правильно помню. Женщина, все красиво, попабельно. Мне понравился подход Дыга. Мне тоже нравится подход Дыга. Я читал книгу «Дыка и головня». О, вспомнил второго. «Дыка и головня». Ну, там вот это, знаешь, что я вот, если только выкинуть вот это вот, вот это вот буржуазное там, типа река, она должна куда-то течь, вот это вот все. Но в целом мне понравилось. Я, правда, тоже где-то бросил на середине. Вообще, «Дыка и головня», да, хорошая. Мне понравилось. «Правду говорили, что агрессивно для нас бывает. Картинка шлаг, автор, ого-го, господицы». Ну, Зара, еще раз говорю, это никак не... Если человек плохо фотографирует, это не значит, что он плохо разбирается. И наоборот. Это надо просто разделять. Я тебе так более скажу. Наверное, достаточно сложно найти людей, которые и хорошо фотографируют, и хорошо разбираются. Чаще всего это либо хорошо фотографирует и не разбирается, либо плохо фотографирует и разбирается. Вот это самый частый вариант. Выбор Пенхасова. Вот это... Наше народное состояние не трогайте, пожалуйста. Пенхасова уж точно-точно есть очень хорошее фотографическое прошлое. Я не знаю, какое у него с настоящим. Он сейчас тоже курс какие-то преподает вот это все. Но фотография Пенхасова хорошая. Ну, за которую он в Магнум-то и попал. Этика, эстетика. Посмотри, Сарма, дорогую. Рейн 2. Рейн 2, Дмитрий, крутая фотография. И потому что она этичная или эстетичная, она крутая, потому что она... Очень технологичная. Там же он все там постройки убирал. Там очень много историй фотографии. Там нельзя оценивать фотографии без истории фотографии. К сожалению. А еще одна из самых дорогих фотографий в мире это Тобольский Кремль Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что какой-то бизнесмен купил за 10 миллионов рублей. Делать ли эту фотографию хорошей? Ну, я думаю, что мы можем ответить на этот вопрос. Тем не менее, факт есть факт. Или там 99 центов есть вот фотография, да, вот, Дмитрий? Там просто полки в магазинах, где все по 99 центов. Причем это нереальная фотография. Это фотография, склеенная из нескольких фотографий. С другой стороны, а почему художественное произведение должно быть реальным? Вот ты когда Гамлет читаешь, ты что, ты вот... Должен был быть тот царь, которому в ухо налили яду, и, соответственно, призрак его пришел к его сыну и сказал, кто его убил? Ну, наверное, это тоже не совсем правильно. Ну, то есть, в жизни так не было. Это же нам не важно. Мы используем художественный язык, обманываем ради того, чтобы донести какую-то идею. Там, в общем, сложно. Роман, мне очень нравится фото с National Geographic. Очень академический подход. Вроде выглядит просто обработка. Не ясно, есть или нет, а композиция нравится. Есть прикладная фотография, типа National Geographic, где есть совершенно четкие и понятные критерии, что ты хочешь показать. В этом плане еще очень хорошая рекламная фотография, потому что она преследует совершенно четкую и конкретную цель. И языком... И визуальным языком надо склонить человека сделать простейшие действия. А как сделать? То есть, человеку нельзя скормить идею, скормить в хорошем смысле. Не знаю. Счастье, равенство и братство. Это невозможно за одну фотографию. А донести идею, что, например, BMW – самая быстрая машина, можно. И там визуальным языком как раз делаются самые простые высказывания. Это тоже в своем роде искусство. Это тоже круто. Поэтому. Вообще, нашел Географ. Нет, когда там животных снимают так, что прям дух захватывает. Это они молодцы. Ну, или пейзажи, кстати, тоже. Роман, спасибо за ссылку. Я посмотрю. Так, это не мне. Я, ДК, и главное, не дочитал. Молодец, Роман. Я вот не дочитал, к сожалению. Только упражнение делал. Там есть. Интересно попробовать. Не, мне понравилось. Я говорю, вот эту вот советскую пропаганд... Ну, такую, да. Часть немножечко, если ее там сквозь сито просеивать, ну, то есть, понимать, что люди должны были так писать, то вообще отличная книга. Я так уж не спорю. Говорю, правда. Ну, хорошо. Андрей, ну, в Магнум до Пенхасова, будем по секрету говорить, по блату попал? Хорошие связи, начиная с Тарковских. Андрей, я ничего не могу сказать, потому что не изучал этот вопрос. Те фотографии, вот старые фотографии Пенхасова, скажем так, они хорошие. Кто там, как, куда попал и почему, везде есть, наверное, свои истории. Тем не менее, я бы не мог сказать, что Пенхасов попал туда незаслуженно. То есть, может быть, были более достойные кандидаты и так далее, там потом, не знаю, да? Но, по крайней мере, смотря на фотографии Пенхасова, мне не хочется спросить, а что он там делает, как он туда попал. То есть, такого у меня точно не происходит. Да, Тобольский Кремль, это сила. Ну, надо уметь в ЧБ переводить с Лейки С2. Вот это я понимаю. А у меня есть фото с НЛО в РАФ. Надо продать подороже. Так продай. Поэтому, грубо говоря, за сколько была продана фотография, они имеют вообще никакого отношения к фотографии. Там больше отношения к истории, к бизнесу, к чему угодно. Там очень много факторов. Продать можно все, что угодно. Вот. И поэтому там есть такая хорошая фраза, что это искусство больше современное, чем искусство. То есть, какая-то ерунда нарисована, и ты думаешь... Вот я, например, не понимаю Кандинского. Ну, не понимаю. То есть, мне нужно изучить, что он делал, для того, чтобы его понять. Просто так, смотря Кандинского, я его не понимаю. Я не понимаю, что в этом хорошего. Я не понимаю, за что платить деньги. Не понимаю. Но есть такое искусство, которое, например, как нашла географика. Оно понятно без академического образования. Есть искусство, которое... Вот как черный квадрат. Вот черный квадрат, я понимаю, почему он ценный. И поэтому я могу оценить его значимость. А Кандинского я не понимаю, почему он ценный. И не могу оценить его значимость. Вот такие вещи даже бывают. Ладно, ребят. 4.13. А то мы так хорошо сидим. На завтра заполни останется. В общем, мы узнали много нового и интересно. Завтра... Завтра посмотрим мобильник против камеры. И будем смотреть разбор фотографий. Лапина, рошапа, как пойдет. Извините, что так вот убегаю. Но действительно надо спать. Всем большое спасибо. Завтра 21.30. Если есть силы, напишите комментарий к ролику. Если есть силы, лайкните. Это будет очень для меня полезно и хорошо. Но самое главное, спасибо за беседу. И отдельное спасибо, конечно же, Дмитрию ДД, Дмитрию Иванову, 8 стопов динамического диапазона и Валентину Устинову. Большое вам спасибо за поддержку канала Рублем. Это для меня очень важно. Позволяет мне покупать ништики. Вот хочу себе годок стель 30 купить и снимать цветочки, как Полина Вашингтон. Все. Всем большое спасибо. Всем пока. До завтра в 21.30.